Григорий Неделька. Услышать бездну. С опасностью нужно бороться всеми доступными средствами. Защита – часть жизни и каждое живое существо. Самим фактом своего существования участвует в этой борьбе. Филипп Дик – кланы Альфанской Луны. Чтобы спастись, нужно всего лишь начать действовать. Кен Кизи – над Кукушкиным гнездом. Пролог. Жизнь в лучшем мире. Третья мировая все-таки случилась, но с применением психотронного оружия, а не ядерного. У людей хватило ума не забрасывать друг друга атомными бомбами. Однако наука не стоит на месте, и были придуманы ружья, пушки, даже танки, которые стреляли влияющим на сознание излучением. И схожие с ними по воздействию радиоприемники, телевизоры, компьютеры. Это оружие превращало врагов в зомби, стирало им личность, сжигало синапсы, перепутывало внутренние настройки. Возможно, было бы лучше, разразись ядерный апокалипсис вместо психотронного, если, конечно, можно говорить о предпочтительности по отношению к мировой войне. В результате глобального конфликта, большинство разумной жизни на планете оказалось истреблено, даром что Третья война не разрушила столько природных и искусственных ареалов, сколько могла бы. Спустя годы, когда сошли на нет последние бои, пучащие глаза, истекающие слюнями, дебилы, соседствовали в одном мире, с обычными людьми и сверхинтеллектуалами, появившимися из-за воздействия излучения. Психотронное оружие, как и любое другое, коварно и жестоко. Все, от мала до велика, занимались возрождением разрушенных регионов. Возводили дома, высаживали деревья, очищали воздух, применяя последние достижения науки, лечили зараженных, ведь помимо психотронного, существует много других видов вооружения. А когда ты и мыслями, и телом отдался войне, погряз внутри этого ненасытного чудовища, и тем более, если твой ум окончательно и безвозвратно изменен ломающими сознание лучами, ты не можешь сопротивляться, чтобы не нажать очередную красную кнопку. Психооружие стало такой кнопкой, и бактериологическое, и огнестрельное тоже, и не только они. Действительно, успей человечество применить ядерные бомбы, его бы уже ничто не спасло. На благо этой расы, вероятнее всего, на благо, война завершилась раньше, чем в головы вояк проникла вездесущая идея о тотальном уничтожении. С окончанием войны, гегемония разума на планете закончилась, а с восстановлением пострадавших от обстрелов населенных пунктов и природных зон, Земля потонула в безвременнее. Вначале новые хозяева Земли, каковыми они себя считали, не преемниками, но наследниками обычных людей, эти хозяева перестали пользоваться времен-ой шкалой. Исчезли секунды, минуты, часы, дни, годы. Пропали надолгое, теперь уже несуществующее время. Потом, очень нескоро, по субъективным ощущениям непредвзятого наблюдателя, коли он нашелся бы, все вернулось на круги своя. Только теперь счет годам, велся не от Рождества Христова. Память об этом то ли человеке, то ли Боге, сгинуло в пучине несосчитанных лет, а от конца безвременнее. Ибо на планете, по крайней мере внутри своего общества, правили люди с психическими отклонениями, с тем, что раньше считалось таковыми, но сейчас приобрело гипертрофированную форму и после, как следствие, переродилось в доминанту. Люди, чей разум бесповоротно изменила та самая война. А затем, их потомки, не сумевшие вырваться из-под этого проклятия. Более того, психические заболевания прогрессировали, так что это перестали считать проклятием и стали воспринимать как благо. Как возможность прожить жизнь на Земле по-иному, способ построить более процветающее и достойное государство. Более правильное всепланетное объединение. У облученных людей стали развиваться пси-способности, телекинез, ясновидение, телепатия. С каждым следующим поколением, возможности новых людей, никто не называл их мутантами, усиливались. Конечно, это негативно влияло на другие аспекты жизни, ухудшало приспособляемость, часто выливалось в неконтролируемое сумасшествие. Но годы шли, и новые земляне научились управляться с возросшими умственными сверхспособностями, потому что, как выяснили ученые, подобные изменения начинались именно в мозгу. И неудивительно, война тоже берет начало, именно в сером веществе, а не на поле брани. Были построены школы для обучения сверхлюдей. Компетентные учителя помогали им управлять своими навыками, развивать их, интегрироваться в общество. И так необычно и сильно оказалось влияние бывших психотиков, невротиков и прочих, а ныне, ЦВ, йота всепланетной нации, на других людей, что этих других, новые поместили в спецучреждения. Туда, где раньше находились личности, которых сограждане сочли ненормальными, опасными. Некоторым обычным, прошлым, повезло, за кого-то заступились, кто-то сам проложил себе дорогу в будущее, отчаянным трудом, и они остались жить среди пси-одаренных. Впрочем, такое уж ли это везение, вопрос спорный. В любой момент, по приказу, доносу, просьбе нового, за прошлым, могли явиться защитники, и перекроить его сознание, а то и тело по своему усмотрению, дабы он не представлял угрозы для планетарной нации. Могли оставить на свободе, однако с тем же успехом, упечь в одной из специальных учреждений, именовавшихся концентраторами. Право разума на голос, почти испарилось из мира будущего, мира мечты, сверхвозможностей. Почти забылось. Почти. Находились отдельные лица, и даже целые тайные организации, пытавшиеся поколебать новую систему. Только для них эти попытки всегда заканчивались печально, смертью, в лучшем случае. А то и вовсе судом, особым, психическим. Законсервировавшее само себя, общество пси-способных, уверенно двигалось туда же, куда до него безоглядно, слепо спешило общество прошлых, к точке невозврата. Разумеется, сами псионики о том не подозревали. Где-то в глубине души, каждый ждал чего-то нового, начало свершений, изменений. Каких? Кто знает? Будущее в Едома, лишь редким пророкам, да и то с учетом его многовариативности. О Боге же, как упоминалось ранее, все быстро и дружно позабыли. Общество новых неосознанно ждало революции, в разуме ли, в науке, в повседневной жизни. Наверное, не столь важно где. Несомненно, другое, годы, восстановленные в правах, шли, а революции все не происходило. Человеческая раса, добившаяся невероятного, и вместе с тем губившая саму себя, двигалась не просто навстречу закату, она уходила в ночь, глубочайшую, беспросветную. Однако было ли кому-нибудь до этого дело? И могло ли что-нибудь изменить привычный, но от того не менее ужасный ход вещей? Глава 1. Прозревание будущего. Шел четвертый век от К.Б. Конца безвремени. Казалось, прошло совсем немного с момента возвращения минут и годов. Но лишь казалось. Да и сколько времени, безликого, бездарно потраченного, миновало до того. Его звали Сим, Симулякор, Семен Сорокин. У людей этого времени зачастую было много имен, особенно у таких, как он, шизов. Развитых и работоспособных шизофреников. Сим сидел на специально оборудованном для прозревания будущего стуле. Сейчас ноги и руки шиза приковывали к металлическому стулу, металлические же кольца, но как только процедура прозревания закончится, они расстегнутся. Телепотоприемник, незримым лучом, касался чипа внутри головы Сима, готовый проецировать на экран сверхплоского визора изображения, которые проявятся в шизосознании предсказателя. Сим немилосердно потел, что случалось с ним крайне редко. Работа давно стала обыденностью. Но несмотря на то, что работал в агентстве по прозреванию не первый год, он никак не мог до конца привыкнуть, да и кто бы мог. К волнительному процессу предугадывания будущего. Во время него задействовались все внутренние ресурсы предсказателя. Обычно этим все и ограничивалось. Но порой нервы оголялись, тело било тревогу, страх накатывал огромными волнами. Все зависело от сложности прозревания. Пси-способности, изначально, возможно, не предназначенные для людей или пока не развившиеся в финальную стадию, бывало оказывали и куда худший эффект на тех, кто ими обладал. Причины сегодняшнего волнения Сим не понимал. «Вытрите мне, пожалуйста, пот», – вежливо попросил Шиз. «Глаза щиплет. А я должен быть абсолютно сосредоточен». Клиент, окей, обсессивно-компульсивный, по прозвищу Ген, заозирался в поисках платка, салфетки или чего-нибудь в этом роде. «Салфетки там». Сим кивнул в сторону автоматизированного стола. Ген поднялся с удобного кресла, подошел, взял пару салфеток, вернулся к Симу и аккуратно вытер тому пот салба. «Спасибо». Сим шумно выдохнул. Отчего-то совсем не хотелось опять заниматься этим. С другой стороны, это его особая способность, и ей он зарабатывает на жизнь. А мани – есть мани. Любой в обществе должен работать, чтобы приносить пользу. Да и как прожить без мани? Ген нетерпеливо ерзал в кресле. Скоро вы начнете. С плохо скрываемым раздражением спросил он. Сим не обратил на эту эмоцию внимания. Все новые были уникальными, своеобразными личностями, а потому нет смысла реагировать на их. Чудачество. Он и сам наверняка, вел себя не очень-то обычно, на взгляд постороннего, не относящегося к категории шизов. Люди одной и той же особенности лучше всего понимали друг друга. Ну так скоро? С усиливающимся недовольством повторил клиент, не понимая, что еще больше отвлекает предсказателя. Да-да. Сейчас. Сим еще раз вдохнул, выдохнул и закрыл глаза, готовясь к прорицанию. Как всегда, освободил разум, отринул общественные установки, забыл, где он и четверг ООН. Приготовления не заняли много времени, поскольку он проделывал все это далеко не в первый раз. Доведенные до автоматизма действия, словно сами просачивались в реальность. Она подсказывала, как себя вести. Вот только. Вот только ничего не происходило. Пророческие виды иения, которые должны были обрушиться на Сима, по-прежнему пребывали где-то в ином месте, может на задворках сознания, а может, глубоко в ноосфере, этого он не знал. Сим открыл глаза, проморгался. Почувствовал, как опять капает пот. Еще раз попросил вытереть его. Когда в конец недовольный ген сделал это и уселся обратно в суперэргономичное кресло, Шиз по возможности спокойно закрыл глаза и опять настроился на волну прорицания. Пустота. Свобода. Нет, не пустота, теперь первозданный хаос. И оттуда рождаются. Оттуда появляются, приходят, врываются. Нет, не врываются. Ничего не выходило. Сим резко распахнул глаза, злобно дернулся на стуле, которому был прикован, и выругался. Ген воспринял это как само собой разумеющееся. Однако то, что ничего не происходило, что сеанс, за который он заплатил немало мани, откладывался на неопределенный срок, совершенно точно его не радовало. Я думал, вы специалист, пробубнил Ген, с подозрением, глядя на Сима. А сам размышлял, уж не хотят ли его надуть. У Сима и мысли такой не было, но откуда Ген узнать? Тот, как и все оки, прекрасный логик, однако читать мысли не способен. Для этого надо быть, например, паром, параноиком. Минуту. Быстро проговорил Сим, понимая обострившимся сознанием, что творится. Все в порядке. Так бывает. Мне нужно. Сим кивком указал в угол комнаты. Там в шкафу средство, сказал Шис. Оно уже в шприце. Принесите шприц мне. Пожалуйста. Вежливая манера разговора была вызвана скорее генетическими особенностями Сима, нежели настоящим желанием не обидеть клиента. Самого предсказателя происходящее отнюдь не радовало. Раздраженно бубня, Ген вновь поднялся и прошаркал к шкафу. Тут зам окей, бросил он, не оборачиваясь. Похоже, отпечаточный. Или кодовый. Там нет замка, ответил Сим. Просто приложите ладонь к кругу. Ген, желая, чтобы все это поскорее закончилось, и ему наконец предсказали будущее, или вернули мани, так и сделал. Круг на мгновение засветился красным, потом погас, и дверца шкафа скользнула в сторону. Ген немного порылся внутри, достал шприц и подошел к Симу. Что дальше? Колите в вену. Это шизодол, психоактивное вещество. Оно разбередит мои синапсы, поможет быстрее и лучше настроиться на волну профидения. Я не подрежался на то, чтобы... Пожалуйста. Ген хмыкнул. Нащупал свободной рукой вену, прислонил пневмошприц и нажал кнопку. Почти неслышный щелчок, когда заработал поршень, и бесцветная жидкость через руку устремилась внутрь организма Сима. Спасибо. Слегка неразборчиво поблагодарил тот. Прошло совсем немного времени, а он уже ощущал влияние шизодола на сознание и тело. В первую очередь, на сознание, оно раскрылось, расширилось, затуманилось и словно расползлось. Тело ослабло. Внешне, Сима сел на стуле и закатил глаза, внутренне, стал перемещаться в тот мир, который должен увидеть, и, с помощью кибернетических и иных устройств, нарисовать на экране визора. Прозреть и донести до клиента. Ген, ожидая чего угодно, сидел в кресле и неотрывно глядел на Сима. Когда по телу предсказателя пробежала сильная дрожь, и оно изогнулось, будто в припадке, Ген стал нервно грызть ногти. Так и должно быть. Обратился ОК к Симу. Никто ему не ответил. Тем временем, внутри организма Сима творилось нечто странное. Вроде бы все как обычно, ощущения привычные и привычно неконтролируемые, но почему-то, кроме них, ничего. Дереализация мира шла полным ходом, вырывая Сима из цепких лап действительности, а взамен ей, никаких картин другого мира, никаких образов грядущего. Сильное волнение разбередило мозговые центры прорицателя, однако он ничего не мог поделать, пока наркотик действует. Ген вколол ему небольшую дозу, и организм нивелирует ее в скорости, но до той поры Сим беззащитен. А еще он должен предсказать будущее клиенту. Только этого-то как раз и не получалось. Сим был крайне раздражен, и как-нибудь выплеснул бы обуревавшие его эмоции, возможно снова бы выругался, еще громче и более яростно, но сейчас был не в состоянии не шевелиться, не думать. Шизодол продолжал неостановимое наступление. Сидя в кресле, Ген растирал руки, глубоко дышал, озирался по сторонам, то и дело вновь возвращаясь взглядом к безвольно обвисшему на стуле Симу, однако стараясь не задерживать взор на работники агентства. Получалось с трудом, как и все необычное, картина странного преображения Сима притягивала взгляд, точно магнитом. А то, что изменения именно необычные, неправильные, Гену подсказывал его ум ока. Генетически обусловленная и проработанная годами тренировок логика. Застревающий на определенных, раздражающих вещах, Ген вскоре не мог оторвать практически зачарованного взора от конвульсивно дергающегося человека на спецстуле. Сим раскрыл рот, но из того не доносилась ни звука. Затем послышался хрип. А после, возможно, через пару секунд, а может, и спустя века, предсказатель, под воздействием наркотика и находясь в процессе пронизания будущего, потерял счет времени, Сим заговорил. Путь Путь Длинный путь И коробки Большие, огромные Движущиеся тени Медленные Быстрые Много Пространство Другого Другого Пространства Ген заерзал в кресле и тоже заговорил, гораздо более нервно, чем раньше. Разве образы не должны проецироваться на экран? Я бы сам все увидел, и По-моему, он все-таки шарлатан, подумал Ген. Да к тому же наркоман, вероятно, без разрешения. Что я ему вколол? Что он мне вещает? И почему его так разбирает? Фигура Продолжал говорить Сим, то ли в экстазе, то ли в бреду, то ли в долгожданном состоянии прозревания. Одна фигура Идет Быстро Двигается Бежит Куда? Где? А можно вернуть мне мани? Уже с настоящим испугом в голосе проговорил Ген. Где? Я? Не слыша его, продолжал вещать Сим. Где? Все остальные Кто? Я? Если вы сейчас же не включите визор, я ухожу, пригрозил Ген, хоть и не слишком уверенно. Сим вдруг замолчал. Это немного успокоило Гена. Однако в следующую секунду, экран визора вспыхнул, и на нем появились столь ожидаемые клиентам картины. Правда, картины эти были вовсе не такими, какие бы он хотел увидеть. Работящий, преуспевающий маркетолог, ожидал узреть себя в ярком, светлом, добром будущем, окруженном мани и прочими благами. Он даже готов был у Шье, учитывая все случившееся, узнать, что ему грозят нищета и голодная смерть, немыслимое дело в мире после безвремени. Но чего он совсем не ждал, так это непередаваемых, незнакомых образов, что внезапно заполнили экран телепатавизора. Образы эти, как казалось Гену, не имели ничего общего с его жизнью. Какой-то человек, или кто-то, очень похожий на человека, в окружении темноты, видимо ночью, куда-то стремительно неси. Со всех сторон человека, окружало что-то огромное, но неподвижное. И ощущение нереальности, незнакомости и одновременно угрозы пропитывало каждый клочок увиденного. Мигнув, изображение на последнее мгновение приобрело совсем уж пугающую яркость и контрастность и исчезло. Ген вжался в спинку кресла. Образы мелькали перед глазами Сима, и где-то внутри, так далеко, что не поймешь, и столь близко, что внутренний взор не ухватывал. Образы, странные, незнакомые, жуткие. Ум. Бездна. Смерть. И. Прохрепел Сим, беспрестанно моргая глазами, моментальное и сильное действие наркотика заканчивалось. Перепуганный до предела, Ген вскочил с кресла. Его логичный ум око бил тревогу, столкнувшись с неведомым и, вероятнее всего, непознаваемым. Клиент не стал дожидаться, когда Сим окончательно придет в себя, и стремглав бросился прочь из комнаты прозревания. Забвение. Забвение. Сон. Пробуждение. И. Вы. Можете. Сим теперь не моргал так часто, как раньше, однако Шизодол еще не отпустил до конца. Вы можете. Затребовать возвращение. Средств. Если недовольны. Оказанием. Услуги. Он обращался к Гену, которого и след простыл. Сим обмяк на стуле, обессиленный, в первую главу, непривычностью испытанных ощущений и эмоций, выжатый досухонаркотиком в сочетании. С чем? С чем-то жутко непонятным и словно бы нереальным. Пот лил ручьем, голова Шиза опустилась на бок, из уголка рта показалась капелька слюны. Глаза закрылись. Он заснул, или может статься, потерял сознание, а потому не слышал, как с негромким щелчком одновременно расстегнулись оковы на ногах и руках. Сеанс был окончен. Директор агентства, пар по прозвищу Хрон, смотрел на визоре в своем кабинете, запись сеанса, которую принес Сим. Придя в себя, ответственный работник Шиз первым делом попытался найти и вернуть испарившегося из комнаты прозревание гена. Попытки успехом не увенчались. Тогда, посидев, отдышавшись и приняв нейрогон, корректор, для более быстрого восстановления психического баланса, Сим извлек микрофлешку с записью сеанса и картин будущего. Он понимал, что в таком состоянии, не способен сегодня принести кому-либо пользу. Мало того, не исключено, что с ним творится что-то неладное, и следует обратиться к специалисту, пока кому-нибудь не навредил. Но усталость и лень победили, и Сим решил отложить поход к психикатору, на завтра, если отрицательные симптомы сохранятся. Пока же следует сходить к директору и, рассказав, а главное, показав все, отпроситься домой. С каменным, ничего не выражающим лицом, крупный и весь какой-то квадратный хрон, смотрел запись сеанса. Неловкий, переминающийся с ноги на ногу, Сим, стоял рядом. Запись закончилась, и визор начальника, включил скачанный с микрофлешки Сима, файл, с картинами грядущего. Пока экран, к вязчему ужасу прорицателя Шиза, демонстрировал чудн, ее, и пугающие образы, заставляя вновь потеть и переживать, выражение лица Хрона ничуть не менялось. Только под конец он скривил губы, в усмешке. Сомнение? По другой причине. Хмыкнул и повернулся к Симу. Тот, зная суровый нрав директора, серьезного, богатого, влиятельного человека, был готов ко всему. Кто-то заплатил вам? Сказал Хрон, не отрывая жесткого взгляда от Сима. Прогнозы из будущего, так называлась конкурирующая компания, по предсказыванию грядущего. Сим даже отшатнулся. Неужели его обвинят в предательстве? И что тогда? Суд? Успокоение? Что-нибудь похуже? Немигающие глаза директора пристально глядели на Сима. Нет, я не. Нет. Забормотал тот. Хрон, как пар, прекрасно чувствовал эмоции и понимал поступки других новых, а кроме того, умел, при желании и должном напряжении сил, заглядывать в прошлое и мысли. Возможно, именно этим он сейчас и занимался. Не доверяй никому, таков был негласный девиз Мирового Объединения Паров. Я вовсе не собирался. Не было никакого умысла. Продолжал лепетать Сим. Как это случилось? Грубо оборвал Хрон. Сим резко замолчал. Глубоко вздохнул и лишь пожал плечами. Он сам хотел бы знать. Хрон еще некоторое время пронзал подчиненного рентгеновским взглядом, после чего отвернулся и так, стоя спиной к Симу, бросил. Можете быть свободны. Что означало, до завтра услуги Сима компании не понадобятся. Но потом, никаких освобождений, если только штатный медик не подтвердит наличие у работника психического, физического или иного отклонения. Сим надеялся, что у него обнаружат нечто подобное. Его предельно вымотало неудачное прозревание и стресс, который он испытал после, когда не мог найти гена и когда его чуть ли не допрашивал с применением пси-силы, начальник. Сим автоматически закивал, и пулей вылетел из кабинета Хрона. Тот даже не обернулся, все еще размышляя о чем-то своем, наверняка связанном с сегодняшним происшествием. Домой Сима доставила гравитакси, которым управлял чересчур разговорчивый ман, маньяк, врубивший чуть ли не на всю громкость, не о музыку по радио. Слушая трескотню безымянного мана и грохот современного инструментала, Сим почувствовал, как начинает болеть голова, что очень опасно для шиза. Всю дорогу он ерзал на сиденье, не находя себе места, а водитель будто бы не замечал этого. Наконец такси приземлилось. Сим выпрыгнул наружу. На улице стоял поздний день. Разнообразные новые спешили по делам, кто пешком, кто на самокатах, кто на гравелетах. Воздух почти взаправду трещал от наполнивших его эманаций, вызванных обостренными пси-способностями жителей. Сим взбежал по самодвижущейся лестнице, едва не врезавшись в автоматически раскрывающиеся двери. Дождался гиперлифта, прибывшего несколько секунд спустя. Быстро кивнул миниатюрной и симпатичной соседке Ли, она была депом, депрессивной, которая вышла из лифта. Вбежал в кабину, порывистым движением коснулся сенсора и тотчас взлетел на свой 120-й этаж. Квартира Сима находилась в одном из небоскребов жилого комплекса «Вышка» в спальном районе Пси-тауна. Оказавшись в аппаратментах, Сим даже не позаботился закрыть и запереть дверь, просто забыл. Чересчур много на него, восприимчивого, эмоционального шиза, обрушилось за сегодня негативных и волнительных событий. Отдышавшись, Сим подумал, что теперь спешить ни к чему, и прошел на кухню. Мельком, свозь прозрачные шторы, глянул на раскинувшийся внизу город. Отдал голосовой приказ кухне включиться. Заработала, загудев, автоматика. Только сейчас Сим ощутил, насколько сильно проголодался. Встал у плиты, постепенно забывая о постигших его треволнениях, и принялся готовить обед. Помидоры, огурцы, лук. Это все в салат. Что на первое? Суп, проговаривал он про себя. Так, а на второе? На второе бездна, смерть, исчезновение, небытие, конец. Подлинный. Бесповоротный, неотменяемый. Громоподобный глаз ворвался в голову столь внезапно, что Сим выронил пластиковую чашу с помидорами и огурцами. С громким стуком, та упала на выполненный в стиле неомодерн пол, и овощи раскатились по нему. Возвращение, возвращение. Надрывался оглушительный и явно не принадлежащий Симу голос. Но как? Когда? Куда? Куда? Теперь. Сейчас. Прямо сейчас. Возвращение из бездны. И в бездну. Голос сделался совсем уж невыносимым. Сим зачем-то зажал уши пальцами и запричитал. Я ничего не слышу. Ничего нет. Я ничего не слышу. Ничего нет. Только это не помогало. Глаз продолжал вещать, и чем дальше, тем громче, хотя, казалось бы, некуда. А затем появились картины. В начале расплывчатые, они постепенно приобретали в четкости, контрастности, яркости. И узнаваемости. Сим вспомнил их. Это были те самые образы, что он видел совсем недавно в комнате прозревания. Те ужасные и непонятные, а от того еще более кошмарные силуэты, тени, фигуры. Большие и маленькие. И темное пространство, знакомое и вместе с тем какое-то совершенно. Неправильное. А-а-а-а! Сим кричал, пытаясь вытеснить из себя ужас. Он ничего не мог поделать. Сверхъестественный кошмар был сильнее восприимчивого шизосознания, пускай даже оно принадлежало тренированному взрослому сверхчеловеку. Голос нарастал. Картины и образы, напирали, делаясь все более реалистичными, чуть ли нереальными. По крайней мере, ощущались таковыми, пока он, схватившись за уши, стоял посреди кухни и истошно орал. А потом, визжал. Обуреваемый единственным желанием, поскорее вырваться из Марокко, Сим упал на колени, отполз в угол кухни и забился туда. Отнял от головы руки и обхватил ими прижатые к животу ноги. Он, тряся, и раскачивался, и не мог остановиться, потому что голос вещал, на пределе громкости, и за ним. И ужасающие картины обрушивались на мозг, одна за одной, одна за одной. Картины. Прозревание? Или то было нечто иное? Может, просто галлюцинации? Как шиз, Сим знал, что значит галлюцинировать. С ним это случалось, правда редко, и никогда, в столь невообразимой и пугающей форме. Он кричал и кричал, пока не сорвал голос, но и тогда продолжал отчаянно хрипеть. Сначала громко, потом, все тише и тише. А после, перегруженное эмоциями и событиями, сознание, дало трещину, вспыхнуло и стало гаснуть. Сим снова проваливался в небытие. Все померкло. Все, и голос с картинами тоже. Померкло и исчезло. Благодарение Всевышним силам. Подумал Сим, и эта мысль, родилась словно бы отдельно от него, автоматически. А следом он окончательно потерял сознание, взбудораженный и напуганный до нельзя, но и успокоенный внезапной отключкой. Странная раздвоенность. Впрочем, не слишком странная для любого шиза. Лежа на полу, без чувств, Сим не услышал, как кто-то вбегает в открытую квартиру и, будто обезумевший, несется на кухню, прямо к его неподвижному телу. Глава 2. Неприятности с соседом. В себя Сим пришел в гостиной, на диване, связанной прочной веревкой по рукам и ногам. Хорошо, хоть без кляпа. Шиз не сразу осознал все это, как не сразу и очнулся, сперва накатил хаос мыслей, непонимания происходящего. Прострация постепенно сменилась головной болью. Когда та немного отступила, он наконец-то опять начал себя ощущать. И мыслить. Где я? Что со мной? На его лицо полилась холодная вода. Сим вздрогнул, зажмурился, распахнул глаза. Вот тут ты и увидел, в каком бедственном положении находится. А над ним, нависая и кривя рот в безобразной гримасе, скале зубы, стоял амбал под два метра ростом, с ручищами что твои столбы. Сосед сверху. Прошлый, с которым у Сима, по какой-то причине, давно не складывались отношения. И сейчас Энд, так звали соседа, был определенно не в духе. Ну, чурка психотическая, очухался. Пробосил Энд. Никто из прошлых не смел так общаться, и тем более, обращаться с новыми. За подобное полагался суд. Но Энду, похоже, не было до того никакого дела. Сим поерзал на диване, в бесполезных попытках освободиться. Развяжите меня. Сейчас же. Он постарался добавить в голос железных ноток, так новый, как привилегированный житель, имеет право разговаривать с прошлым. Вряд ли у Сима получилось. К тому же сорванный голос плохо слушался. Все кабенишься, проскрежетал Энд и сплюнул прямо на ковер. Сначала орет, как оглашенный полчаса к ряду, а потом кабениться. Связал-то я тебя крепко? Энд подергал веревки, которыми был опутан Сим, и кажется остался доволен. Защитники. Заверещал, что было силы, учитывая больное горло, Сим. Защи. Энд отвесил ему хорошую оплеуху. Щеку обожгло болью, в глазах заплясали звезды. Сим некоторое время приходил в себя, пытался понять, что происходит. После чего, как вообще такое возможно? Как его, свободного, уважаемого гражданина, может мучить и бить недалекий прошлый? Никто тебе не поможет, сказал Энд. Я закрыл и запер дверь, а у тебя прекрасное шумоподавление, когда оно включено, конечно. И сосед недобро усмехнулся. У Сима пересохло в горле. Вас схватят и судят, сказал он присевшему на диван рядом с ним, Энду. Еще и грозишь? Процедил сквозь зубы прошлый. Ну подожди у меня. Защитники. Снова попытался воззвать к справедливости Сим. Не напрягай мои уши, а то опять врежу, пригрозил Энд. Испуганный, недовольный, близкий к панике, Сим замолк. Ну а теперь рассказывай, чего орал, будто тебя пилой резали. Спросил Энд. Давай говори, пока я добрый, глядишь, и передумаю. Насчет чего он передумает, Сим спрашивать не стал, слишком страшно было. Да и интересовало не это, а как выбраться из ситуации, в которую угодил, причем не по собственной воле. Делиться подробностями жизненных проблем с Бугоем, который его связал и всячески мучил, тоже не хотелось. Молчание затягивалось. Будешь в немого играть, врежу, пообещал Энд. И ткнул здоровенной пятерней в бок Симу. Больно. Вспыхнуло у того в голове красным цветом. Похоже, делать нечего. И Сим заговорил, время от времени кашляя, изглатывая слюну, очень уж соднило горло. Понимаете, я не хотел. Оно само. Так бывает. Это вид ения, вид ения будущего. Так иногда случается с нами, шизами, особенно с тренированными и регулярно работающими. Он пересказывал Энду прописные истины, и оттого чувствовал себя последним дураком. Конкретнее, псих, прервал его Энд. Я не псих, а шиз, не задумываясь по правил Сим. А мне плевать. Что именно ты увидел? Я хочу знать, за что буду убивать человека, не дающего мне спать после ночного. А может, не буду, тут уж от тебя все зависит. Энд опять усмехнулся. Ну, почти все. Сим открыл было рот, чтобы продолжить, но что-то его остановило. Рассказать соседу Громиле, недалекому прошлому, о жути, что довелось испытать. Причем дважды. Но тот не проникнется, не поверит даже. Впрочем, дело и не в этом, а в том, что какой-то барьер внутри, ментальный стопор, не давал Симу говорить, преграждал путь мыслей, голосовым связкам. Такое с ним тоже случалось впервые. Опять в молчанку играешь. Энд еще раз ткнул Сима в бок, сильнее, чем прежде. Шиз замычал от боли, однако говорить так и не начал. Что-то подсказывало ему, нельзя рассказывать об увиденном, по крайней мере, Энду. А может, и вовсе никому нельзя. Помимо него, о странных картинах, как он называл их про себя, знают только Ген и Хрон. Хотя, возможно, теперь уже и кто-нибудь еще, те, кому клиент и директор рассказали о необычайных и пугающих образах, возникших в сознании одного из лучших прорицателей агентства. Не исключено, что это ошибка, причем фатальная. Только ничего не поделаешь. Однако дальше заходить Сим боялся, за годы жизни Шизом привык доверять обостренной интуиции. Молчишь? Недобро осведомился Энд. Ну молчи, молчи. Он не спеша встал с дивана и достал из кармана джинсов какую-то маленькую коробочку. Сим пригляделся и разобрал название – разупом. Нейролептик. Средство для укращения пси-способностей и усмирения расшатавшейся психики. Раньше нейролептики применяли «страшно подумать» по отношению к людям с психическими отклонениями, теперь же использовали для нейтрализации особо опасных прошлых. Неужели он собирается накормить меня ими? В ужасе подумал Сим. Словно какого-то прошлого. Недочеловека. Зверя. Будешь молчать? В голосе Энда проскользнула неприкрытая угроза. Ну хорошо. Тогда приятного аппетита. Он наклонился, разжал стальными пальцами рот упирающемуся Симу, всыпал целую горсть разупама и заставил проглотить. Потом снова сел и с довольной улыбкой принялся наблюдать за результатом. Может это развяжет тебе язык, неудачник, послышалась Симу. Но только ли послышалось. Он не был уверен. Теперь Сим не был уверен ни в чем. Разупам, нейролептик последнего поколения, действовал очень быстро. Он мгновенно подмял психику Шиза и вывернул его чувственный мир наизнанку. Сим лишь отдаленно представлял, что происходит. Затем прошло и это. ММ. Э. А. Выдавил из себя, постепенно превращающийся в зомби Шиз. Б. Бис. З. Д. Заговорил? Так-то лучше, с омерзительной улыбкой на лице, произнес Энд. А теперь рассказывай, что видел. Бис. Бёст. Против своей воли залепетал, будто младенец, Сим. Бёст. На. Бис. Дна. Бездна? Переспросил Энд. Бездна. Медленно повторил Сим. Что за бездна? О чём ты лопочешь? Бездна. Бездна. Точно загипнотизированный, продолжал повторять Шиз. Бездна. СТР. Ах. Страх. Страх? С. С. Он. Сон. М. Да. Энд покачал головой. Кажется, я переусердствовал. Он посмотрел по сторонам. Графин для воды пуст. Энд вылил всю воду, когда будил Сима. Придётся нам с тобой прогуляться. И он схватил связанного человека и куда-то потащил. Как оказалось, в ванную. Под напором ледяной воды, Сим постепенно, но отнюдь не быстро, более-менее пришёл в себя. Что? Где? Спрашиваю я. Энд встряхнул его. Что за бездна? Какой такой страх? Что ты видел? Отвечай быстро, вожь сверхъестественная. Защитники. Предпринял новую попытку позвать на помощь Сим. За что тут же схлопотал под дых. Энд молча подождал, пока хозяин квартиры откашляется, затем повторил свой вопрос. Не. Знаю. Не знаю. Это. Что-то. Непонятное. Сим. Сим говорил с трудом, борясь с сонливостью, одолевающий его после приёма, разупама. К тому же шепелявил и пускал слюни. Энд дал ему лошадиную дозу нейролептика, и если немедленно не принять меры, то... Но громиле было наплевать. Ответ «не знаю» меня не устраивает. Опиши эту бездну. Не. Сим хотел сказать «не могу», но передумал, вспомнив, как больно получать кулаком под дых. Необычное. Непривычное. И какая-то. Чуждое. Чуждое? Я не уверен. Может. Может, я видел вовсе. Не её. А что? Глаза Энда от нетерпения и злости налились кровью. Он схватил Сима за волосы, тот застонал от боли. Отпустите. Пожалуйста. Неожиданно из коридора раздался какой-то звук. Тихо. Энд зажал Симу рот огромной лапищей. Ты кого-то ждёшь? Сим медленно помотал головой. У кого-нибудь есть ключи от твоей. Но договорить Энд не успел. Текущая бурным потоком ледяная вода сыграла ему недобрую службу. Он не услышал, как открывается дверь в общий коридор, и в квартиру спешно заходят люди. Впрочем, и в противном случае, громила, вряд ли успел бы что-нибудь предпринять. Дверь ванной распахнулась, и внутрь ворвались два дюжих защитника в спецформе. Они моментально схватили Энда, заломили ему руки за спину и вывели прочь. Следом вошёл третий защитник. Развязал Сима, помог ему подняться и осторожно припроводил в гостиную. Усадил на диван. Куда? Его? Еле ворочая языком, закатывая глаза, поинтересовался Сим. У него сейчас одна дорога, с ненавистью произнёс защитник. Ненавижу прошлых. От них одни беды. Сим пытался сказать что-то ещё, но защитник вежливо попросил его помолчать. А потом приступил к процедуре вывода нейролептиков и лечения. Всё необходимое было у рослого служителя порядка с собой. Симу показалось, что краем глаза он увидел Ли. Та вроде бы стояла в углу гостиной и взволнованно наблюдала за ними. Понять, что это очередное вид иения, или правда, Симу не удалось. Накопившийся в организме, разупом, отключил сознание, и Шис уснул. Глава 3. Путешествие в иной мир. А проснулся в совершенно ином мире. И стоило открыть глаза, как безмерный ужас обуял Сима. Он очутился именно там. В той жуткой вселенной, что предстало перед его глазами в комнате прозревания, и позже, на кухне. Сим удивился, горло не болело, а сознание было чистым. Вопросы, точно пчёл и вулья, роились в голове. Где я? Где я? Как сюда попал? Как отсюда выбраться? Неужели это правда? Но похоже, это была самая настоящая правда. Он, презрев все законы и возможности, каким-то невероятным образом очутился в ужасном, противоестественном мире, мире кошмарных фантазий. Сим со страхом огляделся. Все вокруг было размыто, точно он смотрел сквозь мутное стекло. Взор не задерживался ни на чем, не мог ничего разглядеть. Какие-то смазанные полосы уходили далеко вперёд, и, Сим обернулся, назад тоже. Что это? Повсюду царил обёрнутый туманом полумрак. Неясные огни вспыхивали, и гасли, и мерцали в окружающей псевдодействительности. А что если не псевдо? Мелькнула невероятная мысль. Что если это настоящий мир, такой, каким он всегда являлся? Ведь я не был здесь раньше, откуда мне знать? Он повертелся на месте, пытаясь что-либо рассмотреть среди полумрака, тумана, смазанных полос и нечётких огней. А вдруг? Вдруг я в своём мире? Вдруг я никуда не переносился, просто мой мир по какой-то причине изменился до неузнаваемости. Его пробрала дрожь. А коли так, чего ждать от этого места? Да даже если я не прав, у меня нет ни малейшей догадки, как здесь себя вести. Опасно ли тут? И если да, то насколько? Кажется, была только одна возможность выяснить. Обливаясь Пеотом, хотя вокруг царила прохлада, он двинулся в направлении, указанном интуицией. То есть, он надеялся, что дело именно в интуиции. Что подсказывало давно привычное наитие Шиза. Возвращение орущего голоса, он не ждал и не желал. Если же Сим принял за внутреннюю догадку нечто двусмысленное, в этом незнакомом, обманчивом мире, то может поплатиться. Жизнью, да. Здоровьем. Чем угодно. Кабы знать. Медленно, аккуратно ступая, он двигался вперед, шаг за шагом, шаг за шагом, боясь натолкнуться на что-нибудь в туманном полумраке или куда-нибудь упасть, кого-нибудь или что-нибудь вовремя не увидеть. Но, кажется, он был тут один. Во всяком случае, не видел и не слышал других живых существ. Размытые пятна и помигивающие огни уплывали за спину. С течением времени, хотя говорить о нем тут попросту смешно, он освоился и стал идти заметно быстрее. Мелькали огни, проносились пятна. Что-то приближалось. Вроде бы. Он попробовал присмотреться. Не получается. Если и находилось что-то впереди, туман и сумрак мешали это разглядеть. Казалось, Сим угодил в материальное воплощение безвремени. На свой страх и риск Шис ускорил шаг. Глядя на обтекающие его смазанные краски, он пришел к мысли, что это очень похоже на водоворот. Управляемая воронка воды или воздуха. Возможно, смерч. Будто он ступил внутрь и теперь приказывает этому необычному, опасному транспорту двигаться, неся его. Куда? Он не знал. Странные ассоциации, странные образы. Но какие еще способен родить абсолютно неизведанный мир. Воронка продолжала крутиться, размывая краски, крутиться так быстро, что он не замечал вращения. Сим шел все быстрее. Ускорял шаг до того момента, пока не понял, что бежит. Очертя голову несется вперед, будто желая разорвать порочный круг, вращающиеся жерла. Прорвать картину, из размазанных неведомо кем, неким сумасшедшим творцом, красок. И, похоже, это удалось. Постепенно смерч водоворот замедлялся, начиная показывать, как выглядит чудн, ой мир, на самом деле. Разводы приобретали очертания, полосы превращались в сооружения. Сим кого-то увидел. А после и услышал. Воронка прекратила вращение, замерла и рассыпалась прахом. Окружающий мир окончательно вынырнул из небытия. Бежавший Сим вдруг замер. Он пытался отдышаться, вытирал солба пот. Взгляд лихорадочно бегал, не в силах сконцентрироваться на чем-то одном. Наконец это удалось, и Сим понял, что находится на дороге. На странной дороге с разметкой, здесь двигались машины. То не были гравилеты. Нет, это разъезжали какие-то старинные модели авто. Они передвигались по земле, по этой самой размеченной дороге. Ему навстречу. Сим оторопело взирал на открывшуюся взору картину. Боковым зрением ухватил ограждение, идущее параллельно дороге. Повернул голову. И с другой стороны, такое же ограждение. Авто двигались с небольшой скоростью, если сравнивать их с гравилетами, и все же, столкнись они с Симом, того ждала бы неминуемая смерть. Отовсюду раздавались громкие, пронзительные гудки. Что-то взвизгнуло, заскрежетало, зашуршало, и одна из машин вылетела с дороги, и с оглушительным грохотом ударилась о заграждение справа. Авария. В тот же самый миг он увидел фары авто, несущегося прямо на него. Шиз замер на месте. Остолбенел, будто окаменел. И мысленно уже распрощался с жизнью. Кто-то схватил его за руку и резко дернул. Сим отлетел в сторону и упал. Падая, больно ударился ногой. Ай! Он сел, растирая ногу. И только сейчас понял, что жив. Старая наземная машина не сбила его. Но как так получилось? В следующий раз смотри, куда идешь. Откуда раздался голос? Его источник располагался словно бы совсем рядом. Не переставая растирать болящую ногу, Сим осмотрелся и увидел неподалеку, всего в паре шагов, блеклую бесплотную фигуру. Фигура висела в воздухе и недовольно глядела на него. Сим видел этого человека, человека ли? Единственный раз в жизни, но тот случай вышел очень уж ярким. Шис сразу вспомнил говорившего. Сид Ген? Вежливо обратился к парящему силуэту Сим. Кого он видит? Призрак? Наваждение? Но призраки не могут вырвать тебя из-под колес, несущегося на всей скорости авто. Они вообще обычно никого не спасают, как кто-то когда-то не спас их. Да и в существование призраков Сим, будучи материалистом, по крайней мере до сего дня, не верил. Сид Ген? Повторил он. Это вы? Или? Ваша душа? Сказал Сим первое, что пришло на ум. Ген или кто-то очень на него похожий, паря в воздухе, скорчил недовольную физиономию и покачал головой. Что за бред ты несешь? Поинтересовалось полупрозрачное существо. Откуда вы взялись? На этот вопрос фигура ничего не ответила. А потом веско произнесла. Ты так и собираешься валяться на обочине, пока тебя не переедут. Сим вопросительно глянул на Гена, того, кого он решил так называть. Не можешь встать? Уточнил левитирующий Ген. Сим не знал, что ответить. И тут ему показалось, что солнечные, или какие там, лучи, уже с б ольшим трудом проникают сквозь тело ока. И само оно сделалось менее прозрачным. И будто бы опустилось ниже к земле. Может только показалось? Мгновение, и вот Ген уже стоит напротив лежащего Сима. Вполне материальный, и вовсе не просвечивающий. И протягивает ему руку. С некоторой опаской, Сим схватился за нее, и бывший призрак, помог Шизу встать. Тот глядел на спасителя, с недоверием и явным оттенком боязни. Пытаясь прийти в себя, осмотрелся еще раз. Вокруг, откуда ни возьмись, выросли деревья и столбы. Ни с того ни с сего наземные авто обрели такую четкость, что Сим, если бы захотел, мог бы прочитать их номера. Что тут творится? Только и смог выговорить он. Где я? В ответ Ген молча поманил рукой. Перелез через ограждение и устремился вглубь рощи. Сим все еще сомневался. Ген сказал ему что-то, слов Шиз не разобрал, и снова призывно помахал рукой. Глубоко вздохнув, Сим направился вслед за провожатым, понял, что другого выхода у него нет. Перебрался через ограждение и сбежал по склону в рощу. Только, когда там оказался, Гена и след простыл. «Сид Ген», — позвал Сим. И громче, поскольку никто не откликнулся, «Сид Ген». «Сид Ген». «А, вот ты где», — раздался над самым ухом знакомый голос. «Раздраженный, злой». Сим резко обернулся и немедленно свалился на покрытую травой землю. Его изрядно припечатал в глаз увесистый кулак. Схватившись было за голову, шисточас отнял руку, чтобы посмотреть, кто его ударил. И кто говорил за секунду до этого. Один ли и тот же человек? Тем временем все его нутро, все обострившиеся чувства шизофреника, били тревогу. Он оказался в опасности. В серьезной беде. «Но что?» «Смотрю, ты рад меня видеть». «Я тебя тоже». Человек, который обратился к нему, тот же самый, что говорил минуту назад, и тот же, кто ударил его, достал из кармана раскладной нож. Откинул острое лезвие и стал надвигаться на Сима. Это был Верзила, Энт. Глава 4. Спасение и возвращение. Сим, испуганный, дезориентированный, принялся отползать. Через секунду Энт добрался до него и, размахнувшись, больно ударил ботинком в ногу. Сим заныл, на его глазах выступили слезы. Энт расхохотался и перехватил поудобнее нож. Тогда Сим размахнулся и хорошенько врезал громиле бандиту ногой чуть ниже колена. Потеряв равновесие, тот завалился на спину и упал. Сим вскочил и, невзирая на боль, как ужаленный бросился бежать. Прочь! Прочь! Сквозь кусты, сквозь ветки деревьев и траву, становившуюся все гуще и гуще. Позади тяжело дышал разъяренный Энт. Сим не оборачивался. Он даже почти не смотрел, куда несется. В мозгу вертелась лишь одна мысль — спастись. Убежать! Убежать! И вдруг? Он не реагирует, нужны стимуляторы. Что это? Что за голос? Похож на тот громоподобный, что Сим слышал на кухне, но не такой оглушительный. Да и звучит по-другому. Снова галлюцинации. Хотя чему удивляться после всех этих событий. Сим замер лишь на мгновение, однако Энду только того и надо было. Зарычав раненым зверем, громила рванулся вперед еще быстрее и налетел на шиза. Свившись в клубок, они покатились по земле, приминая траву. Сим отчаянно пытался освободиться, но не получалось. Не рыпайся. Не выходит. Давайте раствор. Опять этот глаз, из-за которого он оказался в столь бедственном положении. Не рыпайся. А этот голос, абсолютно точно, принадлежал Энду. Придавив Сима грузным телом, хищно скались, Верзила занес руку с ножом. Несите машину. Так, всем отойти. Запускаю. Удар ножом. Лезвие, рассекая свет, устремилось вниз. Благодарение сверхъестественным, основанным на предсказательстве рефлексом шиза, Симу удалось увернуться. Удар. Еще удар. Плечо обожгло болью. Нет, нет. Запричитал Сим и завертел головой. Нет. Ничего. Еще разряд. Ничего. Ничего. Еще разряд. Еще. Доктор. Он будет жить, я это чувствую. Но, доктор. Я пар, не забывайте. Хорошо, доктор. Энд прижал ошалевшего, испуганного, ничего не понимающего Сима к земле, прижал так, что тот не мог пошевелиться. Что за голоса? Кто это? Откуда они взялись? Сим словно выпал из реальности, перестал воспринимать происходящее с ним как настоящее. Вообще прекратил что-либо чувствовать, кроме невероятного, неописуемого ощущения дереализации. Энд расхохотался во всю глотку. Этот отвратительный звук наложился на другой, пришедший будто бы ниоткуда или из далекого далека, такого, что не увидеть и не объять умом. Разряд. Тоже голос, но совсем иной. И вот теперь он кричал, что как понял вдруг, непонятно почему, Сим, его обладателю совершенно не свойственно. Тогда и чувства Шиза завопили, все как одно, единым, оглушительным, все сносящим на своем пути глазом. Вот и пришла моя смерть. Мелькнула неотвратимая, кошмарная догадка. Энд ухмыльнулся и ударил окровавленным ножом. Точно в голову неподвижного Сима. Разря. Боли он не почувствовал, потому что внезапно все схлынуло. А вот когда вернулась, пришла боль. Равномерная, ноющая. Но отнюдь не в голове, а будто бы во всем теле. Сим открыл глаза. И с изумлением обнаружил, что лежит один, без одежды, под одеялом, в помещении, оснащенном высокотехнологичным оборудованием. Какие-то устройства трудились и шумели справа и слева. Сим попытался повернуть голову. Это удалось, с великим трудом, однако движение отозвалось жутким головокружением и тупой болью. Вовсе не такой, какую бы он почувствовал, если бы его ударили острым ножом. Боли от раны в руке, нанесенной оружием Энда, он также не ощущал. Но где же сам Энд? Где роща? Где проносящиеся по дороге наземные авто? Обострившиеся чувства, подсказывали Симу, что все в порядке, он в безопасности, и у Шиза, родилось ошеломительное предположение, вернулся. Но как? И откуда? Где он побывал? Или то, всего лишь очередные галлюцинации? Рассуждая на эту тему, Сим очень медленно, чтобы не вызвать новых приступов головокружения и боли, вернул голову в прежнее положение. Под потолком он заметил зрачок, наблюдающий за ним камеры. В следующий миг входная дверь скользнула в пазы, и на пороге появилась фигура мужчины с усами и в белом халате. Врач. Значит, все-таки в больнице? Неужели правда вернулся? Лежите, лежите, успокоительно сказал врач, подходя ближе. Зорким, профессиональным взглядом окинул пациента. Как себя чувствуете? Где я? Спросил Сим. Понимаю, после приема столь большой дозы препарата, возможно ВР именная дереализация, даже учитывая все процедуры, которые мы. Этого было достаточно. Выходит, он действительно возвратился назад, на свою землю, в свой мир. Или. Ничего из ряда вон выходящего с ним не случилось. Просто страдал от воздействия нейролептика, которым его накачал безумный Энд. Однако Сим готов был поклясться, что все происходило взаправду. А Энд. Продолжил он. Но врач не дал договорить. В накопителя. Ждет суда. Да вы не волнуйтесь, все уже хорошо. Мы вас достали, почитай, с того света, но теперь все будет в порядке. Отдыхайте, поправляйтесь. Врач улыбнулся, и сочтя свою миссию выполненной, вышел за дверь. Когда та закрылась, Сим услышал приглушенные голоса. Они точно бы о чем-то негромко спорили. Один, женский, звучал более настойчиво. Второй, по-видимому принадлежащий его врачу, говорил спокойнее и медленнее. Сим разобрал лишь отдельные слова, посетитель. Можно. Слаб. Передоз. Не волновать. Наконец, диалог прекратился, и чьи-то шаги зазвучали в коридоре. Дверь снова открылась, и в палату вошла женщина, миниатюрная и красивая. Ли. Сим удивленно заморгал. Значит, не почудилась, и именно ее он видел перед тем, как потерять сознание от передоза. Она присела на стул возле койки. Некоторое время они молчали и просто смотрели друг на друга, не зная, как начать разговор. Потом Ли все-таки заговорила, видимо, о первом, что пришло в голову. Я увидела, как он вбегает в вашу квартиру и запирает дверь. И тут же вызвала защитников. Хотелось бы, чтобы они прилетели побыстрее. Она опустила взгляд, рассматривая идеальный маникюр. Вот. Сим кивнул и поморщился, не эстеоид, пока делать резких движений. Вот оно как. Этой хрупкой деп он, оказывается, обязан жизнью. Спасибо. Не зная, что еще сказать, промолвил он. И добавил, сам не понимая зачем. Извините, что доставил вам столько хлопот. Да что вы. Главное, что с вами все в порядке. Все ведь хорошо? Да, все прекрасно. Она ободряюще кивнула, положила ладонь на его руку, смущенно улыбнулась и встала со стула. Я убежала с работы на минутку, чтобы проведать вас. Поправляйтесь быстрее. Постараюсь. Надеюсь, суд возьмется за этого негодяя всерьез. В ее голосе появились металлические нотки. Но затем она снова расслабилась. Ладно, я побежала. Заходите, как будет время. Я имею в виду, ко мне домой. По-соседски. Как поправитесь? И одарив его очередной смущенной улыбкой, вышла из палаты. Сим не знал, что и думать. А подумать было о чем, и о Ли, и о Бенде, и о своем трудном, как он теперь понимал, спасении, а самое главное, о том, где он побывал и что видел. Была ли это правда или вымысел? Сим закрыл глаза и постарался заснуть. Вскоре ему это удалось. Глава 5. Показания следу. В день, когда его выписали, Сим встретил у дверей своей квартиры маленького сухонького человека. Сид Сим? Уточнил тот. Да. Я след из надзирательства. Не могли бы вы пройти со мной? Вот это уже любопытно, подумал Сим. Посылать ко мне следа. Что интересного я могу ему рассказать? Вы, наверное, задаетесь вопросом, зачем нам понадобились? С непонятной улыбкой спросил след, который, видимо, обладал способностью к телепатии. Мне это совсем не интересно. Не надо юлить, Сид Сим. Отвечайте на мои вопросы, сейчас и впредь, честно и откровенно, и у вас не возникнет проблем. А с чего у меня вообще могут возникнуть проблемы? Машинально подумал Сим и тут же подавил в себе этот интерес. Если след телепат, не стоит давать ему пищу для размышлений. Тем более, Сим ни в чем таком не замешан. Да и если захочет, работник надзирательства сам найдет, к чему придраться. Конечно, лучше бы такого не случилось. Вы позволите, я положу вещи? Сказал Сим, стоя у дверей квартиры. Меня только сегодня выписали. След кивнул. Нам это известно. Разумеется, мы позволим вам это сделать. Можете и поесть заодно, разговор предстоит долгий. «Спасибо, я не голоден», — сухо отозвался Сим и зашел в свои апартаменты. Подавляя мысли о том, чем же он мог столь сильно заинтересовать надзирательство, впрочем, делая это не слишком явно, чтобы не разбередить любопытство следа, Сим прошел в комнату и бросил связку с вещами на кровать. Долгий разговор. О чем? А может, простая ошибка? Впрочем, любознательности надзирательства и его сотрудников, осуществляющих контроль над всепланетным государством, удивляться не стоило. А равно и их способности выискивать в кратчайшие сроки информацию о любом жителе Земли. Полагаю, вас разбирает любопытство, как мы вас нашли и для чего. Все с той же улыбкой, — повторил след свой вопрос. Мне. Он чуть было не сказал мне безразлично, но вовремя исправился, вы же все равно не ответите. Это верно. А как вас зовут, тоже? Мое имя не должно вас волновать. Какая таинственность? Сим заволновался. Не стоит беспокоиться, это рядовая проверка, — обнадежил след, вероятно опять покопавшись в его мыслях. А меня можете называть просто Сид. Хорошо, Сид, по возможности спокойно кинул Сим. Вышел из комнаты, закрыл дверь и активировал пыли робота. Тот мгновенно устремился вытирать грязь от Симовых ботинок, потому что, входя в квартиру, хозяин даже не разулся. След по-прежнему дожидался в коридоре, за пределами апартаментов. Я готов, — буркнул, обращаясь к нему, — Сим. Вот и отлично, — без особой радости ответствовал след. Пройдемте со мной. Он проводил Сима вниз, к спецмашине белого цвета, без знака и номеров. Всю дорогу чую неладное, и не в силах ничего с этим поделать. Сим забрался внутрь, на место рядом с водителем. След сел за руль, и авто взлетело. Тут недалеко, — уведомил он. — Ничего, я потерплю, — сказал Сим, не поворачиваясь, глядя в окно, на проносящийся внизу пейзаж. — Музыку? — Как вам будет угодно. — Какую станцию слушаете? Тут Сим не выдержал. — А вы очень обходительный след. — Лучше бы, если бы я вел себя как безумный мясник с топором. Глаза следа теперь источали холод. Сим поежился. — Нет, но… — Немного неожиданно. — Понимаю. Взгляд следа потеплел. — Просто хочется расположить к себе. — Чтобы вы не боялись. — Да, я не. — Начал было Сим, но умолк. След подождал немного. — Машина, похоже, летела на автопилоте. — Так какое? — Мне все равно, — стараясь говорить вежливо и спокойно, — произнес Сим. — Обидеть работника надзирательства ему отнюдь не хотелось. — Я не очень люблю музыку. — А мне нравится. — Особенно спокойная. След повозился с настройками и включил какую-то классическую ретроволну. Полилась умиротворяющая мелодия. — Сойдет? — спросил он. — Вполне. Наконец след перестал пялиться на Сима, за что тот был ему весьма признателен. Некоторое время они летели молча. Затем след спросил. — А вам не показалась странная моя фраза про безумного мясника? — Это начало допроса? — Так не показалось? — С небольшим нажимом, впрочем не оборачиваясь, — повторил водитель. — Да нет. — Разве что. — Разве что. — Мы все безумны. — Ну, с точки зрения прошлых. — Это точно. — След рассмеялся. — А сами вы как думаете? — Мы безумцы? — Или разумная раса, превосходящая прошлых по всем параметрам? — Сим заерзал на месте. — Вы сказали, нам недолго лететь. — Мы уже скоро прибудем. — Так что насчет моего вопроса? — А я могу не отвечать? — След пожал плечами. — Конечно, можете. — Почему нет? — Симу в голосе собеседника, почудилась скрытая угроза. — На всякий случай, Шиз сказал. — Думаю, нашему государству, большому и сильному, нет смысла обманывать граждан. Это в любом случае выплыло бы наружу. А так, заручившись нашим доверием, надзирательство способно принести огромную пользу, причем не только нам, но и им, да и бессмысленно что-либо пытаться скрыть от людей, обладающих пси-способностями. Телепатией, например. Сим неуверенно хохотнул. След тоже рассмеялся. От чего-то поведение собеседника подстегнуло Сима размышлять дальше. И это работает в обе стороны. Мы верим и не врем государству, потому что нет возможности, и так лучше нам. И оно делает то же самое. В итоге, у нас есть именно тот мир, в котором мы живем. А чтобы не происходило ничего аномального, дестабилизирующего работу прекрасно налаженного механизма, и нужны вы, например. Следы. Сим пристально посмотрел на водителя. Тот не обернулся, и похоже, даже не заметил внимания со стороны Шиза. Или сделал вид, что не заметил. Вы все правильно говорите, в конце концов, сказал след. Жаль только, что многие об этом забывают. Многие? Неожиданно для самого себя перебил Сим. Кое-кто, поправился след. Вы же понимаете, несогласные есть всегда, как бы хорошо кто не жил. Даже если всем хорошо, с нажимом произнес сухонький человек. Понимаю, понимаю. Сим энергично закивал. Вот. А кто-то не понимает. Для таких и существуют накопители, концентраторы, и суд. Если уж это не заставит их пересмотреть свои взгляды, то ничто не заставит. Но ведь после этого пересмотра, никто уже не способен жить. Он хотел сказать «нормально», но выбрал другое слово, самостоятельно. А в чем разница? «Да». «Ни в чем», — проронил Сим, хотя совсем так не думал. «За преступлением должно следовать наказание», — заявил след. «Разве я не прав?» «Ну да». «И наказание, соответствующее преступлению. Преступник должен раскаяться. Осознать. А нет большего преступления, чем неверие Родине. Прав я или нет?» «Правы, правы», — поспешил заверить Сим. Кажется, след не уловил в его голосе ноток зарождающегося страха. Или все еще притворялся. Что следу от него нужно-то?» Чтобы избежать мыслей на эту тему, Сим поспешно сказал. «А я думал, судят, по большей части, прошлых. Это же они. Недостойные. Не недостойные, а малопонимающие. Заблудшие», — поправил след. Сим снова закивал. «И наша задача, задача следов, направить их». Примерно так говорилось в той древней книге. Согласны? Сим открыл было Род, чтобы всецело поддержать собеседника, но его перебили. Однако мы уже прилетели. И правда, перед ними высилось внушительное и впечатляющее здание надзирательства. Страх, подавленное было, начал зарождаться с новой силой. Почему они так долго летели? Сим же знал, где располагается это здание. До него можно добраться гораздо более коротким путем. Либо след специально летал кругами, либо… Закончить мысль Сим не успел, да оно, пожалуй, и к лучшему. Мало ли что подумает след, если он правда телепат. Дверца авто поднялась, и Шис выбрался наружу. Там его уже дожидался сотрудник надзирательства. Вместе они вошли в здание, громадное, величественное, даже помпезное, и днем и ночью, освещенное мириадами огней. И сразу же направились к гиперлифту. Из-за этого Сим не смог толком рассмотреть обстановки внутри надзирательства. «И надеюсь, не смогу впредь», – мелькнула непрошенная мысль. Сим оглянулся на следа, тот никак не реагировал. Безусловно, это здание было не единственным, принадлежащим надзирательству, и даже не основным в Пси-тауне. И все равно дух захватывало, и поджилки тряслись при мысли о том, где он, Сим, оказался. По крайней мере, ему было страшно, и он ничего не мог поделать с этим чувством. Лифт остановился на минус каком-то этаже. Сим не заметил, на каком именно, был слишком взволнован. А двигался лифт с такой скоростью, что за несколько секунд мог преодолеть пару сотен этажей, поэтому высчитывать тоже нет смысла. Дверцы бесшумно раскрылись, Сим и след вышли. Шис шел за провожатым, по яркому, но абсолютно серому, невзрачному до тошноты, до головной боли коридору. Во всяком случае, такие ассоциации возникали у Сима. Наконец они добрались до двери кабинета, ничем не отличающейся от прочих дверей. Табличка отсутствовала. «Заходите, располагайтесь», — добродушно сказал След, пропуская Сима внутрь. Почему-то Шис ни на секунду не поверил его радушию. След мог быть телепатом, но одно дело читать чужие мысли, а совсем другое — скрывать свои. Сим вошел в полупустой и такой же серый, как коридор, кабинет, с автостолом и двумя автостульями. «Садитесь», — по-прежнему мило обратился к нему След, видя, что гость в нерешительности стоит столбом. Сим счел, что лучше будет не перечить, и сел на предназначенный для него стул. След занял место за столом и сразу же зарылся в электронные бумаги. Нажимал кнопки на столе, касался сенсоров, водил пальцами по тачпаду и читал какие-то документы, отчеты, донесения, копии паспортов и прочее. Сим терпеливо ждал. Часов на стене или где-либо еще, даже на экране компа, которым пользовался След, не было, поэтому Шис не знал, сколько прошло времени, но, по его прикидкам, весьма солидный срок. След между тем, не поднимая головы, продолжал заниматься своими делами. Кажется, он забыл о присутствии в кабинете другого человека. В конце концов, Сим не выдержал и осторожно поинтересовался. «А когда мы начнем беседу?» След поднял на него взгляд, в глазах плясали веселые искорки. «Да мы, можно считать, ее уже закончили». Искорки тут же потухли, и работник надзирательства сделался до невозможности серым, подстать коридору и кабинету, невзрачным, пустующим. Сим опешил. Он собирался что-то сказать, правда, пока не решил что, однако След его опередил. «Подпишите вот здесь, и можете быть свободны». След вывел на экран электронный документ. Сим, не глядя на текст, машинально поставил пальцем размашистую подпись там, где стояла галочка. «Вот и хорошо», — сказал След и быстро свернул документ. Сим успел разобрать только слова насчет подписки о невыезде и осведомленности о даче ложных показаний. Время меняется, спешит, даже исчезает, а с бюрократией, похоже, не происходит абсолютно ничего кардинального. Она только разрастается вширь и ввысь. И вновь След вернулся к прежним делам, оставив Сима в подвешенном состоянии. Посидев еще немного, Шис решил, что больше здесь никому не нужен. Неторопливо встал и подошел к двери, никто его не остановил. Тогда он попрощался, услышал в ответ неясное бурчание и опрометью кинулся за дверь. От всего случившегося голова противно ныла, почти болела, и эта боль не прекращалась ни на секунду. Как бы снова не возникли осложнения. В прошлый раз все закончилось галлюцинациями. Или прозреванием неведомо чего. Или вообще черт знает чем. Радуясь, что наконец может мыслить свободно, Сим выбежал на улицу и вызвал гравитакси. Глава 6. Ночные кошмары. Сим ворочался в постели, не в силах уснуть. В голову лезли воспоминания о прошедших событиях, и обступивший со всех сторон мрак не улучшал дела. Прорицание. След. Сим перевернулся на бок, зажмурил глаза и изо всех сил постарался уснуть. След. End. Прорицание. Не помогло. Он опять лег на спину и уставился в потолок. За что ему это? И закончились ли его неприятности? Может то, что он не может заснуть, лишь их продолжение? А след? Он ведь, насколько Сим понял, взял с него подписку о невыезде. Зачем? Чего такого Сим успел натворить? Сам того не понимая. И почему след открыто не объявил, что Шиз под подозрением? Сим шумно выдохнул. Одно радовало, внимание к нему Ли. Она потом еще раз навещала его в больнице. Они хорошо поговорили. И ведь он обещал зайти к ней в гости. Эх, была бы его воля, он бы заявился прямо сейчас, Дали неправильно поймет. Сон не шел, хоть ты тресни. Что же делать? Впрочем, было одно средство. Сим нехотя поднялся с кровати и прошел на кухню. Включил голосовым приказом неяркое освещение. Порылся в шкафчике, нашел пневмоаптечку, достал из нее ампулу с Сонином. Затем извлек пустой шприц, закачал туда Сонин и сделал себе укол в плечо. «Ну вот, будем надеяться, это поможет». Выключив свет, он вернулся и лег обратно в постель. Сонин уже начал действовать, приятная эстома растекалась по телу. Мысленные процессы затормаживались. Все казалось несущественным. «А все-таки Ли очень красивая», — думал он, закрыв глаза и лежа на боку. «И мне с ней очень интересно». «А ей со мной?» «Вот бы узнать». «Но как?» Тут надвигающийся наркотический сон окончательно сморил его, и Сим уснул. «Кто ты?» Ли трясла его за грудки. Ее красивое лицо исказила ярость. Глаза налиты кровью, а в пальцах, что жимали за шиворот, недюжинная сила, отнюдь не такая, которой ожидаешь от хрупкой деп. Сим почувствовал, что задыхается. «Отпу. СТИ. Отвечай, кто ты, или я разорву тебя на части». Он недоуменно уставился, в налитые безудержным гневом глаза Ли. «Почему она кричит на него?» «Чего хочет?» «И где они?» «Ведь он буквально только что находился в собственной постели». «А, это сон!» «Ночной кошмар», — понял вдруг Сим. «Приснится же такое!» Осознав это, он, как бывало, попробовал сразу же проснуться, чтобы не продлевать ментальные мучения, но… «Если будешь молчать, я тебя застрелю». В руке Ли неведомо, откуда появился лучи стрел. Сим судорожно сглотнул. «Это сон, всего лишь сон». Он попытался проснуться еще раз. «Бесполезно!» «Похоже, он вколол слишком большую дозу Сонина». «А ведь лечащий врач предупреждал его». «Или…» Ли приставила лучи стрел к голове Сима и больно надавила. «Ай!» — вскрикнул он от настоящей, не привидевшейся боли. «Боли, которой во сне не бывает. Я сплю, сплю!» «Тогда я тебя разбужу!» И она выстрелила. Сим зажмурил глаза, готовясь умереть. «Ничего не произошло!» «Осечка!» Радостный, он открыл глаза и тут же пожалел об этом. На него смотрела отвратительная морда какого-то жуткого чудовища. Огромные клыки, слюнявая пасть, выпученные глаза, шрамы. И у этой морды прослеживалось отдаленное сходство с лицом Энда. «Порву на части!» Пообещал монстр Энд, грозно и оглушительно, брызжи слюной, прямо в лицо Симу. Сим рванул прочь. Попытка бегства не удалась, он услышал треск рвущейся материи. Опустил взгляд, его одежда, вовсе не пижама, в которой заснул, а рабочий костюм, порвалась. Он дернулся еще раз, и выскользнул из железной хватки чудовища. В мерзкой лапе у того остался лишь кусок одежды Сима. Шис развернулся и побежал. Вернее, предпринял такую попытку. Но внезапно понял, что барахтается в чем-то, словно в киселе. В невидимом густом препятствии. Или просто завис в воздухе. Обычное ощущение для сна, тем более для кошмара, вот только кошмар был самым необычным. Хотя бы потому, что Сим видел все отчетливо и ярко, как в реальности. Он обернулся, и с ужасом разглядел фигуру надвигающегося чудовища. Каждую его омерзительную складку, каждый кусочек зеленоватой кожи. Теперь Сим знал, где находится, у себя в квартире. Шис продолжал отчаянно бежать, хоть эти попытки и не приносили успеха. Наконец, когда монстр, сейчас он был больше похож не на Энда, а на Хрона, когда этот монстр оказался в сантиметре от него и уже касался его своей лапищей, Симу удалось сдвинуться с места. В ноздри ударил тошнотворный незнакомый запах, запах чудовища. Это только придало скорости Шизу. Он устремился вперед, забежал в комнату рядом со спальней и быстро запер дверь, ожидая, что в любую секунду на нее обрушатся сокрушительные удары. И, скорее всего, дверь не выдержит. Но время, тоже подобное киселю, текло и текло, а ничего не происходило. Вет омой чутьем, Сим обернулся, и увидел, что каким-то невероятным образом очутился в спальне. Это сон, твердил он себе. Очень реалистичный сон шизофреника. Но почему он тогда все видит в деталях? Почему ощущает запахи? Чувствует боль? Иди ко мне. Змеей прошипела лежащая на кровати обнаженная Ли. Правда, тело ее выглядело как перекрученные лианы телесного цвета, что отнюдь не возбуждало всеми желания. Только страх. Иди ко мне. Закричала она, наставляя на него лучи стрел, мгновенно превратившийся в огромного паука. Тот пополз к шизу. Черная вдова. Он читал о них. Неужели эти смертельно опасные пауки еще существуют? Иди ко мне. Теперь уже Ли истошно верещала. Иди к нам. Паук исчез. Тело Ли распалось натрие. Никаких крови и внутренностей он не увидел. Зато сейчас на него смотрели три пары мужских глаз, яростных, ненавидящих. Энд, Хрон и Ген. Их пасти раскрылись, неимоверно большие и глубокие. Их конечности потянулись к нему через всю спальню. Блеснули в свете лампы острые длинные когти. С клыков падала вонючая, ядовитая слюна. Сим хотел закричать, но у него сперло дыхание. Он снова почувствовал, что задыхается. Попытался выдавить хоть звук, не получилось. Тело словно впало в оцепенение, окоченело. Конечности с острыми когтями продолжали тянуться, обещая выполнить угрозу, разорвать на части. Пот лился с него градом. Сим дернулся. Еще и еще. Он не понимал, на самом ли деле его тело хоть немного, но двигается, или ему лишь очень этого хочется. Вдруг жуткие чудища обернулись фантомами, те превратились в тени, а тени пропали, не оставив и следа. Однако от чего-то это еще больше напугало Сима. Он сорвался таки с места и обрушился на дверь. Стал бить по ней, колотить, намереваясь высадить. Это же моя дверь, появилась нежданная мысль. Я порчу собственную дверь, свое имущество. Но такие неуместные размышления – обычное дело в стрессовых ситуациях. Если бы дело не происходило во сне. Во сне ли? Он колотил и колотил по автоматическому прямоугольнику, потом стал отдавать голосовые команды, все равно бесполезно, дверь не открывалась. Черная, чернее ночи, небытия, бездны, темнота, обрушилась на него разом. Он опять стал задыхаться, и в третий раз замер, не в силах двинуться, теперь уже от ужаса. Необъятного, неостановимого. Разорвать на части. Убить. Стереть. Стереть. Надрывался голос. Сим его узнал. Ускользающим сознанием он распознал этот голос, который явился ему тогда в прорицаниях-галлюцинациях. Голос казался странно знакомым. Может, потому что Сим его уже слышал раньше. Может, это очередные игры ментальности. Это сон. 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 Повторял и повторял Шиз про себя. Разорвать на части. Стереть. Не унимался глаз. И он будто бы немного изменился. Перестал казаться таким уж знакомым. Или. Нет. Во всяком случае, теперь он звучал несколько иначе и более. Привычно. Сим закрыл глаза. Открыл. В них попал пот, защипало. Сим хотел поднять руку, но не мог. Дверь оставалась запертой в полнейшей, обступившей со всех сторон, бездонной темноте. Однако недолго. Вспыхнул, ослепив, яркий свет. Дверь отъехала в сторону, и все увиденные им сегодня кошмары разом, в едином порыве, набросились на него. А он не мог даже крикнуть. Сим кричал и кричал. Сидя в постели, надрывал глотку и не мог остановиться. Потом, когда понял, что вернулся в собственную квартиру, подлинную, не фантазийную, и в свою же реальность, слегка успокоился. Но дышал все равно тяжело. Грудь вздымалась и опадала, горло жимали остаточные спазмы, пот покрывал все тело. И сна, разумеется, не в одном глазу. Вот тебе и сонен, сильное средство от бессонницы, каким-то не пострадавшим от стресса, уголком сознания, иронически подумал Сим. За окном разгоралось утро. Понадобилось много времени, чтобы прийти в себя. Сим умылся, и это добавило бодрости. Нехотя поел, кажется, опять стало получше. Вколол себе небольшую дозу активатора. Конечно, имелась определенная опасность, что эффект активатора наложится на действия сонена. Только спать Сим не хотел совершенно и решил, что если сонен и сохранился в организме, не выйдя ПОтом, то в исключительно малой дозе. Кроме того, надо было идти на работу. Хрон не простит ему отсутствие. В коридоре, когда запирал дверь, кто-то окликнул его. Нервный из-за пережитых ужасов, Сим подскочил на месте. «Простите, не хотела вас пугать». Ли обворожительно улыбнулась. Он в ответ выдавил из себя нечто жалкое, какую-то гримасу. Обеспокоенная, Ли подошла ближе и осторожно коснулась его руки. «Вы здоровы?» Он взглянул на ее лицо, и в памяти тут же всплыли обрывки ночного кошмара. Шизосознание било тревогу. Сим отшатнулся. Ли непонимающе посмотрела на него. «Я?» «Извините». «Я, наверное, пойду». Залепетал он. «Извините, пожалуйста». «Я потом к вам зайду». «Потом». И устремился по коридору к лифту. Деп с недоумением глядела ему вслед. На работе дела не ладились, все валилось из рук. Хрон вызвал Сима к себе и отчитал. «Если вы не справляетесь со своими обязанностями». «Нет, дело не в этом». «Тогда в чем?» Рассказывать о кошмарах Симу совершенно не хотелось. Да и мало ли кому что приснилось. Он взрослый человек, и такие мелочи не должны влиять на отношение к работе. Так Хрон ему и сказал, когда все же заставил Сима изложить причину его треволнений. «А если справиться не можете, то, видимо, работа не для вас». Намек был предельно ясен. «Я постараюсь», — сказал Сим, и тотчас поправился. «Сделаю все возможное». Он вернулся на рабочее место и попробовал провести еще одно предсказание. Снова все пошло кувырком, он даже не смог войти в транс. А когда узнал, что следующим на процедуру записан ген, не выдержал, и сам явился в кабинет Хрона. Для этого требовалось недюжинное мужество, однако сейчас Сим был не в том состоянии, чтобы рассуждать здраво. Он пересказал директору все страхи, иначе, не озвучь Сим причину, тот бы вовсе слушать не стал, и слезно попросил отпустить его на день домой. Суровый Хрон, кажется, немного смягчился, увидев, в каком состоянии находится один из самых ценных сотрудников. В любом случае, он ответил, что отпускает Сима, но не на день, а пока тот не придет в норму. «У меня есть для вас один контакт», — проронил начальник. Вынул мобил, переносной фон, нажал пару раз на сенсорный экран и отправил что-то на номер Сима. «Это контакты и адрес специалиста по душевным недугам. Думаю, вам имеет смысл наведаться к нему». Сим активно закивал. «Больше не задерживаю, отворачиваясь», — сказал Хрон. Взволнованный, переживающий, Шиз спешно покинул кабинет. Глава 7. Лечение. Специалиста, врача частной клиники «Лучи», звали Кен. Сим сомневался, стоит ли обращаться к нему. Но совет Хрона был однозначный. И Симу нужна работа. Кроме того, сегодня ночью ему опять приснился кошмар, сродни предыдущему. Только действие разворачивалось не в темноте и квартире, а в каком-то пыльном, туманном полумраке, посреди невидимого пространства, а позже — внутри некоего непонятного строения. Но персонажи были те же самые. Туманный полумрак? Похоже на те мои. Галлюцинации. Что же все это означает? Что происходит со мной? На сей раз, Сим не принимал Сонина, а значит, дело было не в препарате. Благодаря этому, как оказалось, дальновидному поступку, ШИС смог очнуться от кошмара в самый разгар. Хотя приятного все равно мало. В коридоре Сим снова натолкнулся на Ли. Она будто бы выслеживала его. Выслеживала? Доброе утро, лучезарно улыбаясь, поздоровалась Деп. Сим поспешно закивал. Хотел сказать что-нибудь вроде «простите, сейчас тоже не могу разговаривать, дела», но решил, что лучшим будет вообще ничего не объяснять. В конце концов, они просто соседи. Да и то, что она постоянно объявляется то тут, то там, навязывая свою компанию, ему не очень-то нравилось. Возможно, он и ошибался, однако сейчас нет времени размышлять. Чем быстрее избавиться от ночных кошмаров, тем скорее сможет выспаться. Не исключено, тогда и его подозрительность спадет. Клиника Лучи располагалась на Атшибе, в живописном местечке, окруженном натуральным лесом, на берегу натуральной же речки. Гравитакси приземлилась на стоянку, недалеко от входа. Сим вылез, осмотрелся и с удовольствием отметил, что окружающий пейзаж, как и само здание, навевают исключительно приятные, умиротворяющие мысли. Здание было построено по современным лекалам, но без претензий, и стилизована под местность, в которой находилась. Сим поежился, настраиваясь на предстоящий разговор, чем бы он не закончился, и на возможные процедуры, коли таковые будут, и какими бы они ни оказались, он направился к большим стеклянным автодверям. Вы записаны? Осведомилась милая администратор за стойкой. Судя по поведению, Геб, Геби Фриник. Да. Я звонил Ситу Кену. Меня зовут Сим, я от Хрона. Администратор молча кивнула, улыбнулась и проверила электронные списки. Так и есть. Прошу вас, Сит Сим. Третий этаж, кабинет 310. Без очереди. И она, не переставая улыбаться, указала на гравилифт. Почему они все лыбятся? Мелькнула недовольная мысль. Подавив незваное, нарастающее раздражение, Сим пробурчал слова благодарности. Возле кабинета 310 никого не было, так что ждать Симу в любом случае не пришлось бы. Немного помявшись у двери, с соответствующим номером и надписью «Ментотерапевт», Шис постучался и заглянул внутрь. «Можно?» «Входите», — ответил ему, оборачиваясь, сидящий в кресле напротив рабочего стола, седовласый мужчина. Наверняка неф — невротик. Или психотик — псих. Врачи почти все относились к одной из двух этих категорий. Но не вы чаще занимались обычными болезнями, а психи — душевными. Проекция «Присаживайтесь», — доброжелательно сказал доктор Кен, а то был именно он. «Рассказывайте, что вас беспокоит». Сим плюхнулся в кресло перед врачом. Пробормотал слова извинения, и пока не пропал запал, стал поспешно рассказывать. «Меня зовут Сим. Мы общались по фону. Хрон порекомендовал вас». Кен покивал. «Да-да. У вас, кажется, какие-то проблемы со сном?» «Откуда он знает?» «Вроде бы я ему не говорил». Хрон рассказал. «Но зачем?» Сим постарался абстрагироваться от этой вспышки подозрительности. «Да, можно и так сказать». «Хм». Доктор сложил на столе пальцы замк Ом. «Будьте добры, поподробнее». «Излагать подобное нелегко, пусть даже врачу, или особенно врачу». «Да что там, и вспоминать не хотелось». «Но он уже прилетел сюда, записался на прием, взял с собой мани, не отступать же назад». «Как это будет выглядеть со стороны?» «Все только усугубится». «Меня мучают кошмары». «Неуверенно» начал Сим. «Угу». Взгляд Кена как бы подстегивал посетителя рассказывать дальше. «Очень реалистичные». «И более того, основанные на реальности». «С каждым произнесенным словом, говорить становилось все легче». Сим будто освобождался от тяжелейшего груза, с которым не под силу справиться в одиночку. «Вижу людей, с которыми встречался в реальности». «И события, которые переживал в действительности». «А еще». «Да-да». «Еще я умею прозревать, я ведь шиз». «И работаю по этой специальности». «Понимаю». «И однажды я увидел такое». «Знаете, это не было картиной будущего». «А если и было, то очень странной». «Какие-то тени, пятна, огни». «А потом». «Он сглотнул». «Потом я попал туда». «Попали?» Переспросил доктор Кен. «Да, когда меня насильно перекормили, разупамом». Кен молчал, никак не реагируя на это весьма странное и даже страшное заявление. «Или он был обо всем осведомлен, или...» «Но кто ему поведал?» «Все тот же Хрон?» «Или кто-то из надзирательства?» «След, что его допрашивал?» «Или кто-то еще?» «Но для чего им это?» «Я даже оказался в больнице». «Меня вытащили с того света», — продолжал говорить Сим. «Тогда-то у вас и начались кошмары», — подытожил Кен. Сим кивнул и вытер платком, выступивший на лбу пот. «Не волнуйтесь, Сид Сим», — мягко произнес доктор и встал из-за стола. «Пройдемте со мной». И уверенной походкой вышел из кабинета. Сим последовал за ним. Они поднялись на лифте на пятый этаж и подошли к двери с табличкой 504. Лаборатория. Кен отпер дверь магнитным ключом, включил свет голосом. «Прошу». Сим зашел внутрь и осмотрелся. Просторное помещение без окон. Десятки устройств стояли на полках. Какие-то пробирки и жидкости в них. А у дальней стены здоровенная конструкция, то ли некая машина, то ли несколько соединенных вместе механизмов. Больше всего это напоминало рентгеновский аппарат переросток, которому то там, то здесь приделали дополнительные сочленения. Упирался аппарат-гигант прямо в потолок. Кен коснулся сенсора, и изнутра аппарата выехал стол. «Ложитесь!» «Раздеваться?» «Нет, раздеваться не надо. Только ботинки снимите». Сим так и сделал. И лег. Еще одно касание сенсора, и стол задвинулся внутрь гигантского аппарата. Сим взирал на переплетение мерцающих проводов, подобных червякам, испещрившим нутро металлического и механического зверя. Сейчас загорится свет и немного пошумит. Не пугайтесь, и лежите неподвижно. Действительно, где-то внутри зверя вспыхнули лампочки, а потом зародился низкий гул. Сим лежал не шевелясь. Продолжалось это с полминуты. Затем неожиданно все прекратилось. Стол выехал наружу. «Все, можете вставать», — сказал Кен, отворачиваясь от аппарата. В руке доктор держал микрофлешку. Сим слез со стола и снова надел ботинки. Кен тем временем подошел к стоящему справа рабочему компу с огромным монитором, подсоединил флешку и нажал пару синсокнопок. Экран компа загорелся, на нем появилось изображение. Фильм. И если доктор Кен смотрел его с явным интересом, скорее профессиональным, чем житейским, то Сим похолодел от ужаса и даже отвернулся. Ибо демонстрировал комп не что иное, как жуткие картины его прозревания и невыносимые ночные кошмары. Так. Ага. Кен прицокнул языком. Понятно. Очень интересно. Он продолжал в таком духе комментировать происходящее на экране, отчего Симу сделалось еще больше не по себе. Шиз даже разозлился, хотя сам себе не смог бы объяснить, почему. Словно бы кто-то вторгался в то, что принадлежит только ему, в его частную жизнь, в альма-матор сознания, и делал это походя, точно любопытство ради. Бред, подумал Сим. Все не так. Понятно, повторил доктор Кен. Коснулся клавиши и перемотал фильм назад. Покивал, угукнул и остановил воспроизведение. Вытащил микрофлешку. Что же, очень любопытный случай, Сид Сим. Чем же? Он мне не поможет. Он даже не знает, что со мной, ни с того ни с сего подумалось Симу. Вернемся в кабинет. Когда они вновь очутились в кабинете Кена и сели в кресло, доктор обратился к Симу. Очень любопытный случай. Никогда ранее не сталкивался с подобным. Безусловно, были в моей практике пациенты с кошмарными сновидениями и даже с псевдовеществлениями во сне. К большому несчастью, один из таких пациентов скончался. Не уверен, что в ваш случае, именно псевдовеществление, слишком много различий. Однако мы уже далеко продвинулись в изучении бессознательного, скрытых и открытых психозов, и непременно. Слова Кена заставили Сима испытать безотчетный страх. Умерший пациент? Псевдовеществление? Психозы? Он не разбирался в современной ментальной науке, но то, что слышал, ему о чего-то совсем не нравилось. Чтобы отвлечься, Сим стал думать о самых разных вещах. О том, четверку надо купить в магазине, о работе, о ли. Неожиданно ему подумалось. А что если все это мне привиделось? Что если я, как тот древний мудрец, просто бабочка, который снится, что она человек? Я не болен, а просто сплю, вот ответ. Он напрягся, всеми силами вырывая себя из кошмара наяву. Ничего не поменялось. Сим огорченно фыркнул. Услышав этот звук, доктор Кен резко замолчал. Вы в порядке, Сит Сим? Вам страшно? Возможно, требуется немедленное вмешательство. Откуда он узнал про страх? Телепат? Или? Напугался пуще прежнего Сим. Нет, я преувеличиваю и нагнетаю, он просто очень хороший специалист. Все нормально, соврал Шиз. Ну что же, хорошо, пристально глядя на него, сказал Кен. Я отправил рецепт на ваш фон. Какой рецепт? В выражении лица Кена проскользнуло удивление, что не могло не обрадовать Сима. Наконец-то истукан обрел человеческое лицо. Рецепт на таблетке, пояснил Кен. Нейрофор. Для стабилизации сна и общего состояния организма. Вы будете принимать их раз в день, утром, перед едой. Вы вообще меня слушали? Да, да. Конечно, с готовностью снова солгал Сим. Что же, в таком случае, мой вам совет, купите таблетки сегодня же. Лечение не терпит отлагательств. Ваше состояние очень серьезно, и если запустить. А что со мной? Тут уж истукан поглядел на него, с нескрываемым недовольством. Я уже говорил, четко произнес Кен, что точно не могу сказать. Очень похоже на ретроградный психоз, осложненный псевдо веществлением. Но это предварительный диагноз. Будете наблюдаться. А таблетки купайте, они должны снять симптомы. Специалист сделал паузу. И помочь. Сим должен был, наверное, испытать облегчение, но почему-то чувствовал безразличие, раздражение, допульсирующие отголоски страха. Спасибо, доктор. Кен улыбнулся и вновь сцепил пальцы замком. Звоните. В этот же день, прибыв на такси домой, Сим зашел в аптеку, расположенную в том же здании, где он жил, на минус первом этаже, и приобрел по рецепту три упаковки нейрофора. Ждать не хотелось, да и Кен ведь сказал, что нельзя, и он решил принять первую таблетку за обедом. И вроде бы сразу почувствовал себя лучше, по крайней мере более расслабленно, спокойно. А может, ему просто очень этого хотелось. Вечером перед сном, Сим долго читал электронную книгу, в основном потому, что не хотел засыпать, а не из-за таланта автора и интересного сюжета. Наконец он отложил планшет в сторону, погасил свет и улегся в постели. Сон не шел. Неудивительно, учитывая связанные с ним треволнения. Но, поворочившись минуту-другую сбоку на бок, Сим наконец уснул. И едва провалился в страну сновидений, лицом к лицу, столкнулся с новым кошмаром. На сей раз, это была великанская машина, металлический робот, ростом, 10-15 метров, с лицом доктора Кэна. Вся собранная из плохо подогнанных друг под друга, угловатых сочленений и напоминающая рентген переросток, машина надвигалась на него, грозясь растоптать. Сим повернулся и побежал. Однако, как и раньше, лишь топтался на месте. Да и то сказать, топтался, нет, просто стоял как статуя. Машина занесла ногу длиной несколько метров и опустила здоровенную, многотонную питу прямо на него. Сим заорал. И проснулся. Взбудораженный, до конца не понимая, что делает, он метнулся на кухню, где лежал нейрофор, и быстро проглотил еще одну таблетку. На всякий случай, запил ее водой из фильтра. Нехоти вернулся в постель, лег и попытался уснуть. Как ни странно, это удалось. Но только сомкнул глаза и провалился в сон, как многометровый робот, Кен вернулся. Сим вздрогнул и очнулся в холодном поту. Восстановив дыхание, сходил в ванную. Приглушенно матерясь, вытерся полотенцем. Снова заглянул на кухню и выпил третью за сутки таблетку нейрофора. Вернулся в спальню и лег в постель. Но как не хотелось спать и как не уговаривал сам себя, так и не заснул. Утро Сим встретил, естественно, в разбитом состоянии. Выпил кофе, чтобы немного взбодриться. Помогло мало. Немного подумал и все-таки позвонил Кену. Наверное, он уже на работе. Значит, вы выпили три таблетки за день? Уточнил доктор, выслушав Сима. Да, я. Это плохо. Хуже, чем описанные вами симптомы. Прилетайте немедленно. Кен положил трубку. Симу не очень улыбалась с утра пораньше лететь куда бы то ни было, к тому же второй день подряд, но и наплевать на свое состояние, выход отнюдь не лучший. Кроме того, Кен ясно выразился, существует опасность для него, Сима. Ши садился, вызвал такси и полетел в клинику Лучи. В коридоре возле кабинета Кена, на этот раз, сидели два человека, дама средних лет и пожилой мужчина, но доктор принял Сима без очереди, как неотложного больного. Никогда больше так не делайте, наставлял он Шиза, особенно не посоветовавшись со мной. Сим не знал, куда глаза девать от стыда. Идемте, сказал Кен, и через пару минут они снова оказались в лаборатории. Следуя указаниям врача, Сим опять снял обувь, лег на выехавший из жуткого агрегата стол и оказался внутри рентгена монстра. Загорелся свет, послышался низкий гул. Сердце Сима затрепетало, припомнились ночные кошмары. И вдруг. Что это? В обычно спокойном голосе Кена звучало изумление и... Испуг? Сим насторожился и тоже перепугался. Что могло случиться? Он хотел бы посмотреть, но не мог не то что выбраться из стального чрева, а даже повернуться на бок. Тем временем снаружи считывающего устройства раздавались странные звуки, как будто кто-то сражался с техникой. А стервенело почему-то бил. Вдруг освещение внутри аппарата, где лежал Сим, сделалось ярче, настолько, что заболели глаза. Шиз зажмурился. Однако даже сквозь прикрытые веки чувствовал, что светящиеся провода начали мерцать. А потом погасли. Шум в лаборатории прекратился. Стол, видимо повинуясь команде Кена, выехал наружу. Доктор, с вами все в паря. Слова застряли у Сима в горле. До того ярко освещенную лабораторию объял густой мрак. Кто-то стоял у неработающего монитора большого компа. Сим слез со стола, и босой, осторожно двинулся к неясной фигуре. В последний момент, как бывает в кошмарах до страшных фильмах, фигура обернулась, и Шиз в ужасе отшатнулся. Перед ним предстал доктор Кен, но Кен неживой, разлагающийся. Ходячий мертвец. В окно заглянула луна, осветив синюшное, покрытое ранами и гноем лицо. Но здесь нет окон. Вслух завопил Сим. Кен двинулся на него, медленно размахивая руками. Сим отступал, пока не уперся в аппарат для обследований. Ноги подкашивались от ужаса. Кен ухватился правой рукой за левую и без какого-либо усилия выдрал ее с корнем. И замахнулся вырванной конечностью на Сима. Шиз пошарил руками в темноте и наткнулся на какую-то колбу. Размахнулся и бросил ею в зомби. А-а-а! Кен схватился за лицо, оно текло. С отвратительными шлепками падала на пол расплавленная кожа и мясо. У Сима кровь застыла в жилах. Кен, или существо, когда-то бывшее им, а может просто очень на него похожее, поднял на пациента пустые глазницы, на голом черепе, отливающем белым, синим и зеленым, в свете луны, заглянувший в окно. Но здесь нет окон. Сим так и не понял, кто кричал, он, или тот голос, что преследовал его вот уже который день. А может, Кен зомби. Или все они втроем, или никто. Луна пропала, окно тоже. Зомби неожиданно резво прыгнул на него, одним движением, преодолев всю лабораторию. Сим прикрылся руками. И пришел в себя. Что-то щипало нос. Неприятное, резкое. Он открыл глаза. Нашатырь. Слава богу, очнулись. Кен, нормальный, обычный человек, не зомби, убрал скляночку с нашатырем в один из шкафчиков. Что? Случилось? Сим осмотрелся. Он по-прежнему находился в лаборатории, лежал на полу. Аппарат ни с того ни с сего закоротило, ответил Кен. Вы застряли внутри. Пришлось вызывать подмогу, чтобы вытащить вас. Мы втроем взламывали эту громадину. Надеюсь, вас не облучило. Облучило? Встав с пола и отряхнувшись, переспросил Сим. Да, радиацией. В малых дозах, кратковременная, она абсолютно безвредна. Но вы пробыли внутри с полчаса. Выходит, это ваше устройство радиоактивное? В некотором роде. А как бы еще мы проникли в записи в ваших генах и спроецировали воспоминания на экран компа? Симу было все равно. Он плохо разбирался в науке, а уж в медицине, тем паче. Но понял, что опять подвергся риску. А что насчет нейрофора? А, передоз? Его я не обнаружил. Но обследоваться вам надо. И, в случае угрозы, нейтрализовать следы радиации. Может, полежите у нас недельку-другую. Сим кивал, обуваясь и слушая очередные разглагольствования специалиста, однако уже принял решение. Когда ему на фон пришло направление на обследование, Шис попрощался с жалким, растерянным врачом и вышел из лаборатории. Как только он это сделал, внутрь зашли два техника с деталями и инструментами в руках, чинить поломанное оборудование. Сим немедленно покинул клинику. Его не остановили, да и кто бы решился. Такого права ни у кого нет. Конечно, его могли по закону отправить на принудительное обследование и лечение, но только по закону. А пока никто подобного решения не принял. Больше Сим доктору Кену не звонил, а тот, кажется, и думать забыл о несчастном пациенте. Либо у него были свои принципы, или, может быть, не от ложные дела. Пади пойми этих врачей. Глава 8. Возвращение в иной мир. Дни текли скучно, размеренно. Временно безработному Симу не оставалось ничего, кроме как ходить по магазинам, готовить еду, досмотреть визор. Омрачали и будоражили сонный график, только ночные кошмары, неизменно сопровождавшие Шиза. Поэтому он предпочитал высыпаться днем, почему-то в светлое время суток ничего не снилось. Да, что-то со мной определенно не так. Прием нейрофора Сим прекратил не сразу. Сначала убедился, что тот не помогает, даже снять симптомы, для этого потребовалось примерно недели, а после выбросил и начатую, и две полных упаковки в мусорожигатель. В один из сонливых, одиноких дней, когда немного похожий на зомби Сим, сидел на кухне и рассеянно слушал по радио не музыку, раздался звонок в дверь. Шиз уже перестал удивляться творящемуся в его жизни. А потому просто вышел в прихожую и, не глядя в глазок, открыл дверь. На пороге стояла Ли, как всегда миниатюрная, красивая и элегантная. «Здравствуйте», — сказала она, не отводя от него взора. «Доброе утро». «Да уже день». «Тогда добрый день». «Да что ей от меня надо?» «Я беспокоилась о вас, словно прочтя его мысли, «Еще одна телепатка?» Произнесла Ли. «Думала, как вы тут. Слышала, вам не здоровиться». Сим неуверенно повел плечами. «Да есть немного». Ли у порога переминалась с ноги на ногу. Тут Сим подумал, что ведет себя совсем негостеприимно. «Заходите, прошу вас». Он отступил в сторону, пропуская женщину в квартиру. «Я не помешаю?» — осведомилась Деп. «Вовсе нет. Я все равно целыми днями ничем не занят. Наоборот, очень рад вашей компании». И он почти не врал. Они расположились в гостиной. «Я так переживала за вас», — говорила Ли, грея руки, а чашку с горячим чаем. «Что этот бугай мог бы с вами сделать?» «Как представлю, жуть берет». Сим мрачно кивнул. Он не желал вспоминать о случившемся, хотя оно настойчиво лезло в его жизнь воспоминаниями, прорицаниями, галлюцинациями, фобиями. И бог знает, чем еще. Он же мог вас «повредить», — подобрала она как можно более нейтральное слово. Будучи сама депом, Ли старалась не задевать чужих чувств. «И повредил, похоже», — буркнул Сим. «Что?» Она вроде бы не расслышала, но потом поняла, что он хотел сказать. «Не говорите так. С вами все в порядке. И ничего не случится. Надо верить в лучшее, и тогда именно оно и настанет». Странно слышать такие слова от депрессивной. «Извините». Он смутился. «Ничего. Она, кажется, не обиделась. Все мы со своими особенностями». «Это точно. Вот только вера в лучшее, пока не сделала лучше наш мир». «То есть?» Тут он понял, четверку сказал, и что вступил на весьма тонкий лед, а потому решил сменить тему. «А чем вы занимаетесь? Мы, соседи, уже довольно давно, но я так и не знаю, кем вы работаете и где». Психосканером в частной клинике. «Лучи, может, слышали?» «Конечно, он слышал, поэтому удивленно приподнял бровь. Но промолчал, не стал говорить, что бывал там, и даже обращался к одному из тамошних специалистов. Вместо этого спросил. «Ну и как?» «Да, по-разному. То я просматриваю пациентов, то будто бы они меня. Я ведь только определяю и классифицирую осложнения, не купирую и не лечу их. На это бы у меня не хватило смелости. Слишком велика ответственность. Сим отпил из стакана фильтрованную воду, ни чая, ни кофе, ему сейчас не хотелось. Может, чего-нибудь покрепче. Вот только пить в присутствии гостя алкоголь, да еще ранним днем, Сим счел некультурным. Он боялся, что Ли сочтет это развязностью, возможно, даже проявлением зависимости. И тем более он не стал бы пить теперь, когда узнал о ее профессии. А не приставлена ли она ко мне, чтобы следить и лечить?» Промелькнула мысль. «Да нет, невозможно. И вообще, такие мысли больше подошли бы пару, а я шиз». Он постарался отрешиться от внезапно возникших опасений, непонятно, неизвестно откуда берущихся. Вернулся к прерванному разговору. «А я прорицатель, как вы слышали», сказал Сим. «Прозреваю будущее». Он отпил еще воды, в горле вдруг пересохло. Сим волновался, как мальчишка на первом свидании. Или «Дело совсем не в сидящей напротив красивый деп. Прозревание для меня обыденное дело», продолжал он менее уверенно. «Каждый день ко мне кто-нибудь приходит и просит взглянуть на его будущее. Иногда отдаленное, иногда близкое. Вы ведь знаете, как это происходит?» «Нет». Она помотала головой. Сим пустился в объяснение. «Я вхожу в транс. Чаще всего сам, но порой с применением психоактивных веществ. Недавно вот был подобный случай. И я чуть все не испортил». «Не верю». Она звонко рассмеялась. Сим криво улыбнулся. «Да, все так и было. Удивляюсь, как это меня не уволили. Не могли вас уволить, вы наверняка очень хороший специалист. Откуда вам знать?» «Женская интуиция». «А может, деповская?» «И она тоже». Ли тепло улыбнулась. Сим отвел взгляд. «Ну так вот, когда я предсказываю, все, что вижу, отображается на мониторе. Монитор подключен через чип к моей голове. Там он постучал пальцем по макушке, чип и находится. Вживили перед тем, как я вышел на работу. Все согласно контракту. «Так вы наполовину киборг?» «Ну не наполовину. И не то чтобы. А вдруг этот чип влияет на вас из-под валь?» «Как это?» «Не понял, Сим». «Ну?» «Моделирует мысли, трансформирует. Изменяет физиологические и ментальные процессы. Или как-нибудь еще». «Да ну нет. Я бы...» «Он хотел сказать, я бы заметил, но...» «Разве это и не происходило на протяжении последних дней?» «Все эти сны, перемещения. И что-то с его характером. А также менее значительные изменения. Видя, как он переволновался, Ли звучно рассмеялась. «Да ладно, я пошутила. Не берите в голову». «А я и не беру». Сердитый на нее и на себя, и чего так расклеился. Сим резко поднялся с дивана. «Я говорю чистую правду. Я на самом деле очень неплохой прорицатель, несмотря на этот дурацкий чип. Я вам верю». «Поспешила успокоить гостя». «Но Сим не слушал. Сейчас я вам докажу. Предскажу что-нибудь из вашего будущего». «Это не обязательно». Но он уже закрыл глаза и, отрешаясь от окружающего мира, привычно погружался в транс. Краски замылились, потускнели, потекли. Все потекло мимо него и куда-то упало. В дыру. В бездну. Открылась пустота. И Сим, как делал много раз, шагнул в нее. И, будто провалился в глубочайшую нору. Хаоса, из которого рождаются предсказания, не появлялась. Он летел вниз со все нарастающей скоростью, а вокруг проносилась лишь тьма. Без дымки, без тумана, одна тьма. Пустая, беззвучная, бессмысленная. Не понимаю. Бормотал он, находясь то ли здесь, то ли там, а может быть, одновременно в двух совершенно не похожих друг на друга местах. Странно. Не понимаю. Где будущее? Почему пустота? Почему? Бездна? И тут он рухнул. Боли не было, как не было и удара. Не было ничего в этой пустой бездонной тьме. Но вот тьмы уже нет, и перед ним, нечто сколь знакомое, столь и чужое. Здание. Прямоугольное здание, в десятке этажей. Вокруг здания, дорога. По этой дороге ездили авто. Теперь они не сигналили ему, потому что он находился в стороне, на неширокой асфальтовой дорожке. Сим поднял глаза к затянутому облаками небу. Огляделся вокруг, не увидел ничего знакомого, только такие же прямоугольные коробки здания, и асфальтовые дороги, и наземные машины. И никого рядом, или даже в пределе видимости. Он один. Абсолютно один. Будто пустота. Пустота внутри незнакомой реальности. Что-то замаячило впереди. Вот то, чего он ждал. Чего искал. Ничуть не сомневаясь в этом, Сим припустил по направлению к неясному мельканию. Оно приближалось с неравномерной скоростью, рывками, и вскоре выросло перед ним. Еще одно здание, тоже безликое, и тоже прямоугольное, но ниже тех, других. Стеклянные витрины, зеленый крест, на квадратной вывеске над дверью, и надпись «Аптека». Сим взялся за ручку двери. Немного помедлил. Заглянул через дверное стекло внутрь. Ряды полок. На них, какие-то упаковки и прочие товары. И никого, ни движения, ни звука. Сим решительно открыл дверь и шагнул через порог. «Чем могу помочь?» Спросила миловидная аптекарь, обращаясь к нему. Он уже стоял напротив окошка. Просто стоял и молча разглядывал смотрящую на него девушку. Он определенно видел ее раньше, где-то. В каком-то другом месте, совершенно другом. Черты девушки-аптекаря вдруг потекли. Ее лицо сделалось похоже на остроносая личика Ли. Ли? Кто такая Ли? Вот лицо аптекаря изменилось окончательно. И кажется, она стала ниже ростом. У нас есть разупом. Она обезоруживающе улыбнулась. Вы ведь за ним пришли? Дайте упаковку. Не расплатившись, он выхватил принесенное лекарство и на глазах девушки высыпал все содержимое упаковки в рот. «Передоз – это то, чего вы ищете», протянула промычала девушка. Ее изображение, изображение, поплыло и растеклось по холсту реальности, после чего исчезло. Растеклась и сама реальность, перестав быть таковой. Неожиданная ясность мышления обрушилась на Сима. Внезапно он все стал видеть и все понимать. Ему показалось, что он воспринимает вообще все в мире, разом, даже не пропуская через мозговые центры. Просто ощущает происходящее телом. Движение атомов, молекул. И существ, из них состоящих. Из них и из пустоты. Той самой пустоты родом из бездны. Сим стоял посреди коридора, где туда-сюда сновали какие-то люди. Очень странные люди, в очень странной светлой одежде. Они шаркали и что-то бормотали. И не смотрели на него, не специально, нет, но, словно бы не могли. А у тех, кто все-таки бросал на него взгляд, глаза были стеклянные, невидящие. «Вам сюда», — раздался за его спиной голос. И что-то скрипнуло. Он обернулся. Дверь. Открыто. Его приглашают. И он зашел внутрь. Дверь со скрипом захлопнулась за его спиной. Внезапно налетело чувство, что если он попытается открыть эту дверь, ничего не получится. Кто-то привлек его внимание вежливым покашливанием. «Прошу вас, садитесь». Только сейчас он заметил сидящего за старомодным столом бородатого человека. А что это на столе? Стопки бумаги? Разве ее еще используют? Сим, двигаясь будто автоматически, сел в кресло и тупо уставился на бородатого. Кого-то он напоминал. Кого же? Кена? Но кто, черт побери, такой Кен? Галлюцинации, вызванные передозом разупама. С последующим коллапсом мозговых центров. Бородатый устремил на него сердитый взгляд, будто в чем-то обвинял. Ваше существование под угрозой. Существование? Переспросил Сим сухим голосом зомби. Я хотел сказать, пси-способности. Вот, колите. В вену. Бородатый протянул что-то Симу. Шис взял это, попытался рассмотреть расфокусированным взглядом. Шприц, отстраненно подумал он. Обычный шприц. Не пневма. Колите, сказал бородатый. Сим не двигался. Колите, с нажимом повторил человек за столом. Рука Сима задрожала. Он сомневался, боялся. Колите. Закричал незнакомый человек. Колите, чтоб вас разорвало. Разорвало? Где-то он уже это слышал. Рука Сима будто бы сама собой размахнулась и вогнала иглу шприца прямо в вену. Конечность пронзила боль. Потекла кровь. Колите. Но я уже. Колите. Колите. Он уже не был ни на кого похож, разве что на и сушеное растение. Как те, в коридоре. Незнакомец растения протянул руку и нажал на поршень. Жидкость потекла в организм Сима. Пелена закрыла собой до того яркий и четкий мир. Остатки понимания выветрились из головы. Сим упал с кресла на пол, ударившись головой. Но этого не почувствовал. Он не чувствовал вообще ничего, ни боли, ни дереализации, ни того, что изо рта идет пена. Защитники. Защитники. Кто-то надрывался над самым его ухом. Он не понимал, кто. Но слышал этот голос раньше. Слышал. Точно. Наверное. Нет. Неважно. Защитники. Он умирает. Прошу вас, скорее. Защи. Все пропало. Глава 9. Реанимация. Больше мы ничего не можем для него сделать. Время смерти. Сим бежал внутри громадного пыльного пространства. Темнота обступала со всех сторон, но каким-то чудом, он умудрялся видеть все в пределах и за пределами этого пространства. Даже если это все на самом деле было ничем. Может, ему помогал некий внутренний взор, открывшийся неведомо как по непонятной причине, а может, это было характерным свойством пыльного темного пространства. Обычным свойствам. Впрочем, не для него, Сима. Стены огораживали его от бесконечности. Пространство было замкнутым, он ощущал это, понимал, видел, однако места предостаточно. Стены находились так далеко, что их не разглядишь, и тем не менее, они есть. Но они, сжимаются, и с каждой секундой все быстрее и быстрее. Настойчивее, неотвратимее. Будто подсказывая, времени у тебя не так много. Или больше того, его почти совсем не осталось. Сим не обращал на это внимания. Он просто бежал, по какой-то одному ему ведомой тропинке. Тропинка тоже была невидимой и неощущаемой, однако ноги не сходили с нее, и с каждым новым шагом бег Шиза ускорялся. Кто он, откуда, зачем, почему, куда? Все эти вопросы казались мелкими и несущественными, блеклыми, бесцветными, на фоне колоссальной темницы, из пыли и мрака. Вот стены задвигались особенно быстро, и он тоже ускорился, хотя, казалось, бежал во всю мощь. Усталости Сим не чувствовал. Ни ее, ни обжигающего горло дыхания, ни пота. Ничего этого не существовало внутри темницы. В темнице были лишь она сама и он. И Сим бежал. Прямые отрезки сменялись крутыми поворотами, впрочем, сторонний наблюдатель, попадись здесь таковой, не заметил бы разницы между метрами и метрами темноты. И оказался бы отчасти прав. Для себя. Но не для Сима. Сим чувствовал цель. Он зрел ее глазами, и телом, и мозгом, и чем-то еще, странным, пугающим, неназываемым. Цель была впереди, далеко впереди, и ускользала, и его задача, нагнать ее. А потом? Что потом? Он не знал. Еще один крутой поворот, и арка. Надеясь, что она сократит путь, Сим нырнул внутрь проема. Но арка рассыпалась в прах, в пыль, и Сим лишь только потерял драгоценное время. Есть ли время в безвремене? Он не сдавался. Вновь бежал. Арки выстраивались в линию слева и справа от него, если пользоваться обыкновенными, эфемерными, исчезнувшими понятиями, понятиями, совершенно несвойственными темному пыльному миру. Каждая арка пыталась привлечь его, а точнее отвлечь, сделать так, чтобы он потерял еще немного времени и в конце концов упустил цель. Однако Сим знал. Каким-то неведомым ему самому уголком сознания догадался, для чего нужны арочные проходы, и пробегал мимо. А те рассыпались светящейся и тут же гаснущей пылью за его спиной. Погоня продолжалась вечность и миллисекунду. Нисколько, и все время мира. И когда он решил, что наконец догоняет цель, перед ним вырос великан. Пятеликий, с лицами знакомых откуда-то людей, он возвышался над Симом, как гора над муравьем. Шиз замер, не в силах обогнуть или перепрыгнуть великана, или проскочить у того между ног. И вгляделся в эти лики. Огромные, раздувшиеся, омерзительные, с выпученными глазами, с вывалившимися языками, то были лица мертвецов. Сим стоял на месте и бесстрашно глядел на великана и пять его ипостасей. Сдавайся. Загрохотали те хором. Нет. И еще громче. Сдавайся. Нет. Тогда великан двинулся на него. Прыгать в сторону не имело смысла, безразмерная пята все равно бы подмяла его под себя. Или титаническая рука размазала бы по скрытой пылью и темнотой дороге. Поэтому Сим просто стоял. Гордо выпрямившись, он глядел прямо в глаза смерти. Смерти, но не своей, нет. Он понял это. И когда это понял и великан, все его пять отвратительных ликов разом заверещали и сгинули. Исчез и сам колосс. Сим пригляделся. Он почти упустил цель. Почти. Но нет, шанс еще оставался. И он вновь побежал. Презрев все законы, все писанные и неписанные правила, он бежал так быстро, как не мог никто, и как мог лишь он один. Он слился с пылью, с темнотой. С пустотой. Бездной. Он сам стал ею, обратившись ничем. И это ничто передвигалось неимоверно быстро, потому что уже находилось там, где должно было быть. Впереди замаячила цель. Она светилась. Свет бил из нее струями, и не выдерживая напора окружающей черноты, газ. Но все-таки она выделялась ярким бело-желтым пятном на фоне бездонной тьмы. Сим прекратил бежать. Ничто, которым он стал, саккумулировало все силы, жалось, подобно пружине, и бросило его, не вперед, нет. Не к цели. Но сквозь нее. Сквозь время и пространство, которых тут никогда не существовало. За спиной у Сима что-то ярко светилось. Он обернулся. Попытался обернуться. Но демоны, неназываемые, неописуемые, схватили его за руки и за ноги и потянули в разные стороны, разрывая на части. А он стоял. Не двигался. И смотрел на приближающийся свет. На двигающуюся неуловима цель. На светящийся круг, который становился все ближе, и ближе, и ближе, и... Когда демоны дернули в последний раз, особенно яростно и сильно, и почудилось, уже нет возврата, и все кончено, цель настигла Сима. Ударила в него, налетела. Слилась с ним. Ослепительный свет заволок все вокруг, сжигая демонов, испепеляя их. А затем свет погас. И вновь воцарилась тьма. Но вскоре, вскоре, потому что время опять заявило свои права на мир, свет вспыхнул еще раз. С другой силой и по-иному. Но то был именно свет. Сим открыл глаза. Он жив. Глава 10. Проблемы на работе и дома. Реабилитация заняла пару недель. Самое приятное, что в этот период, ни кошмары, ни галлюцинации, ни какие-либо другие неприятности не мучили. Сим словно пребывал в коконе, восстанавливал силы. Для чего? Спрашивал он себя. И не мог найти ответа. Ли навещала его. Хрон звонил ему. Друзья и знакомые отправляли сообщения, интересуясь его здоровьем. Потом Сима выписали, и некоторое время он провел дома. Ли заходила, и они приятно беседовали за чашкой чая, с каждым разом сближаясь все больше. А затем Сим вышел на работу, поскольку только он мог заработать мани себе на жизнь. Невозможно до конца дней существовать на зарплату, выплачиваемую ему как временно недееспособному. А потому он вернулся. И одним из первых, кого встретил в комнате прорицания, стал Ген. Здравствуйте. Окей неуверенно мялся на пороге. Здравствуйте, Сид Ген, как можно спокойнее ответил Сим. Проходите, располагайтесь. Сейчас начнем. А все будет. Не переживайте, ничто не помешает прорицанию. Просто в прошлый раз. Понимаете. А потом я еще раз записался к вам, но... Лепетал Ген. Я не хотел, однако моя жена. Я поговорил с ней, и она настояла, чтобы я опять обратился к вам. Мы слышали о том, что с вами приключилось. Очень сожалеем. Надеемся, вы в норме. Надо давать людям второй шанс, сбивчиво закончил клиент. Сим молча выслушал его и указал на кресло. Устраивайтесь поудобнее. Ген, все еще нервничая, сел. Все повторялось. Сим уселся на спецстул. Оковы охватили его руки и ноги. Шис сосредоточился, отрешился от мира и провалился в знакомое небытие, готовясь предсказывать. У включенного компа горел монитор, на экране которого должны были отобразиться предсказания. Но время шло, а плоский прямоугольник оставался десственно чистым, ничего не происходило. Ген беспокойно заерзал в кресле. Недовольный и разозленный, но не напуганный, Сим открыл глаза. Досчитал до десяти, расслабился и вновь смежил веки. Попробовал еще раз. Ничего. Сим выругался, за что тут же извинился. Ничего, ничего. Пробормотал Ген, который явственно пребывал не в своей тарелке. Он помнил, чем все это закончилось в прошлый раз. Или, если быть точным, в позапрошлый. Принесите мне шизодол. Пожалуйста. Вы же помните, где он? Да-да. Будьте любезны. Ген встал, открыл шкафчик и достал пневмошприц. Как и в прошлый раз, вколол Симу психоактив и уселся обратно в кресло для клиентов. Сим дышал ровно, размеренно. В мозгу не возникало ни единой мысли. Все растворилось, поблекло. Пустота раскрывала свои объятия. Пустота. Прорицание должно было вот-вот начаться, Сим прилагал к тому все силы. И все же. Вот черт. Ген вздрогнул от этого восклицания. Пожалуй, я приду как-нибудь потом. Нельзя отпускать клиента, нельзя. Хрон всегда об этом толдычит. Но что я могу поделать? Сим только молча кивнул. Ген попрощался и вышел из комнаты. Интересно, оплатит он сеанс или нет? В тот раз не оплатил. Сим понура опустил голову. Кандалы на его ногах и кольца на руках с щелчком раскрылись. Автомат решил, что сеанс закончен. В каком-то смысле так оно и было. Хрон смотрел на него с непонятным выражением. Сложно что-либо прочитать на таком вот каменном квадратном лице. Значит, ничего не получилось? Сим молчал, не глядя на директора. Почему? Надо что-нибудь ответить, а то как бы не сделать себе хуже. Сим обреченно пожал плечами. Подозреваю, дело в моих переживаниях и умственных проблемах. Возможно, подорвана работа организма. Но это только предположение, обследование ничего не выявило. Хрон пожевал губами, медленно-медленно. Сколько еще раз вы пытались? Трижды И Ничего Снова это движение губами. Можете идти, Сит-Сим Шис весь напрягся. Куда? Уже после того, как задал вопрос, Сим понял, насколько глупо тот звучит. Хрон улыбнулся или изобразил нечто похожее на улыбку. Очень отдаленно. Домой Не уволили, и то хорошо, подумал Сим, заходя в квартиру. Наверное, я действительно достаточно ценный сотрудник. Так, дверь заперта? Заперта. Он выдохнул с облегчением, машинально. Что-то я проголодался. Пойду приготовлю обед. Погруженный в свои мысли, Сим неторопливым шагом направился в кухню. Напевая, бодрости ради, популярную песенку, Сим достал из шкафчика макароны. Решил приготовить пасту баланьеза. Уже поставил на электроплиту воду в ковшике из ультрапласта, как вдруг с ужасающей четкостью осознал, что не может вспомнить рецепта. Ни в общем, ни в деталях. Песенка тут же оборвалась. Похоже, переутомился. Надо напрячься немного, и тогда все вспомню. Но как бы не напрягался или не расслаблялся, рецепт не шел в голову, хоть ты тресни. Кроме того, что надо отварить макароны, ничего не вспоминалось. В легкой панике, Сим открыл холодильник и стал лазать внутри, надеясь, что вид продуктов напомнит ему рецепт. Тоже не помогло. Легкая паника переросла во все увеличивающийся ужас. По лбу поползла капелька пота. Спокойно. Спокойно. Но расслабиться он не мог. Затрезвонил фон, играя мелодию из той самой поп-песенки. Безмерно обрадованный, что может отвлечься от насущных проблем, Сим побежал в комнату, где оставил мобил. Алло. Сид Сим? Вас беспокоит из надзирательства. Еще не легче. Сим запотел гораздо активнее. А ведь голос у собеседника, точь в точь, как у того следа, что меня допрашивал. Или показалось? Сид Сим? Он вдруг понял, ему что-то говорят, а он никак не реагирует. Нехорошо, в особенности, когда разговариваешь с надзирателем. Да-да. Вас приглашают на суд. Завтра, в два часа дня. Судить меня будут? Не подумав, выпалил он. И нервно хохотнул. В трубке настала тишина. Что я такое ляпнул? Кретин. Нет, не вас, предельно вежливо и спокойно ответила трубка. Похоже, ей были неведомы раздражение и злость. Наверняка это самообман, но именно так сейчас Симу казалось. Паста, эндо. А, да. Понимаю. Да. Конечно же, приду, затороторил Сим. Хочу увидеть, как его. Ну. Судит. Хорошо, по-прежнему настолько спокойно, что почти безразлично, отозвалась трубка и отключилась. Суд, значит, подумал Сим, бросая мобильный фон на кровать. Ушье, а, впрочем, ничего удивительного, учитывая все обстоятельства. И доказательства. Его ведь поймали с поличным. В груди стал нарастать плохо сдерживаемый гнев. А когда Сим вспомнил о рецепте, с которым никак не мог справиться, к нему прибавился страх. У меня же вода кипит. Он бросился на кухню и выключил конфорку. Кажется, Боланьеза сегодня не поем, с грустью подумал Сим. Попытался припомнить другой простой, но вкусный рецепт, однако из этой затеи ничего не вышло. Просто переволновался, успокаивал себя Шис. Организм отреагировал на все стрессы прошедших недель. Вот и все. Но сам он слабо в это верил. В конечном итоге, полазав по холодильнику, Сим доел остатки блюд, приготовленных ранее. На ужин у него были консервы. Глава 13. Вдали от дома. Этим днем все изменилось, кошмары вернулись к нему. Сим видел себя со стороны, и снова, бегущим. Но на сей раз гнался не он, преследовали его. Сим не видел кто, он не оглядывался. Оглянуться, значит, замедлиться, а замедлиться, значит, умереть. Во всяком случае, именно такое, абсолютно ясное предчувствие, преследовало его на протяжении всего кошмара. Он бежал, и бежал, и может, хотел бы уже остановиться, потому что гонка стала совсем невыносимой, и растянулась во времени в вечность, но такой возможности ему не давали. Кто или что? Проносясь сквозь пространство и время, не замечая ничего вокруг, Сим ощутил ледяное дыхание на затылке. Обернулся, и увидел. Еще одного Сима. Он что, пытался убежать от самого себя? Либо Это было настолько непредсказуемым, страшным и непонятным, что Сим мгновенно проснулся. Вот черт, пробурчал он, неохотно слезая с кровати. Теперь и днем, похоже, не поспать. Чтобы хоть немного расслабиться, и привести мысли в порядок, Сим вышел прогуляться. Погода на улице стояла чудесная, но Шис ее не замечал. Да если бы и заметил, вряд ли бы оценил, чересчур заботили старые и новые проблемы. Он стоял у поручня, глядя на затейливые посадки, цветы и кусты, и словно бы сквозь них. Время текло мимо, и в обход него. В кармане зазвонил мобил. Сим вынул фон, глянул на экран. Неизвестный номер. Любопытство боролось внутри Сима с необъяснимым, ужасным предчувствием. Фон не замолкал. Наконец Сим решился и ответил на звонок. Сказать алло ему не дали. Сид Сим, слушайте меня. Голос был странно знакомый. Это Ген. Вас ищут. Улетайте из гостиницы. Немедленно. Слышите? На заднем фоне послышалась какая-то возня, а потом мобил резко замолчал, трубку положили. Холодок пробежал по спине Сима. Что это значит? И откуда Гену известен номер моего фона? Если ранее здешние красоты не привлекали внимание Шиза, то теперь сделались невыносимыми. Раздраженный и взволнованный, Сим направился куда глаза глядят. Впереди показался небольшой магазинчик. Всю дорогу до него Сим чувствовал, что его преследуют. Или только казалось, потому что, когда бы Шиз не обернулся, никого не замечал. Улица была пуста, как пропасть, никого, кроме него. Хорошо, что еще не стемнело, проскользнула мысль. Поздним вечером или ночью гулять здесь небезопасно. И все-таки чего хотел Ген, коли даже где-то раздобыл его номер. Если, конечно, это был Ген. Однако голос звучал точь-в-точь, как у его неудачливого клиента. Это Сим не мог не признать. То и дело, оглядываясь, Шиз зашел в магазинчик. Толстый продавец, за прилавком, недовольно, будто его оторвали от какого-то важного дела, посмотрел на посетителя. Добрый день, недружелюбно произнес толстяк. Добрый, откликнулся Сим, подходя к прилавку. Подскажите, будете что-нибудь покупать? Я только хотел узнать. Покупать что-нибудь будете? С нажимом повторил продавец. Сим глянул на него с раздражением и попросил банку воды. Когда ритуал покупка-продажа завершился, Толстый, кажется, немного подобрел. Так чего вы хотели? Сим не знал, о чем говорить. Не понимал он, и для чего зашел в этот магазинчик. Но внезапно выпалил. Очень тихое местечко. Наверняка здесь редко что-нибудь происходит. Продавец подозрительно на него уставился. Не скажите, возразил Толстый. В прошлом месяце, например, приезжал сам губернатор, чтобы Я скорее о преступлениях, перебил Сим. Часто они тут случаются. Глаза Толстяка забегали, заволновался. Наверное, размышлял, что это за странный тип, откуда он и что ему надо. Тут и правда тихо, неуверенно начал продавец. Если вы приехали за событиями и эмоциями, то выбрали неправильное место. Да нет, как раз наоборот. Сим подождал, но Толстый молчал, не возобновляя диалога. Тогда снова заговорил Шис. И все же, часто здесь кого-нибудь. Ну, не знаю. Грабят, убивают? А почему вы интересуетесь? С вызовом поинтересовался Толстый. Вы что, из надзирательства? Да нет. Просто любопытно. Любопытство дорого стоит, отрезал продавец. Однако тут же добавил, нет, ничего подобного у нас не происходит. То есть бывали, конечно, случаи. Но не так часто. Да и защитники всегда на чеку. Понятно. Сим еще раз огляделся, бросил до свидания, и под удивленным и подозрительным взглядом Толстого вышел на улицу. Гулять расхотелось. К тому же чувство, что его преследуют, никуда не делось. Чертов звонок. Напугал меня. Сим поспешил назад в гостиницу. Он не видел, как какой-то рослый человек заходит в магазинчик и не слышал, как тот выспрашивает у толстого продавца подробности их разговора. И не только это. Сим в одежде упал на кровать и закрыл глаза. Спать боялся, но очень хотел. Наконец, сон начал брать верх. Шис уже почувствовал, как проваливается в бездну небытия, выпадая из окружающей реальности, когда раздался негромкий стук. Стучали в его номер. Сим волком глянул на дверь. Крайне недовольный, почти взбешенный, Шис, не отдавая отчета, что делает и что вообще происходит, сел на кровати и приказал двери открыться. Металлический прямоугольник скользнул в сторону, являя взору нежданного визитера. Это был Энд. Он злобно глядел на Сима, наставив на него лучи стрел. У Шиза сперло дыхание. Он хотел отдать двери приказ закрыться, но не сориентировался, не успел. Энд, не опуская лучи стрела, перешагнул порог и очень тихо произнес. Закрой дверь. Сим не шевелился. Тогда Энд повторил, еще тише и медленнее. Закрой. Дверь. Сим более-менее пришел в себя и повиновался. Ну, сказал Энд, плотоядно улыбаясь, а теперь поговорим. Глава 14. Нападение. Наверное, я должен поблагодарить тебя, сказал Энд, не отрывая взгляда от съежившегося на кровати Сима. Я ничего не сделал. Я только. Если ты о том случае. Бормотал Сим, не в силах понять, как бывший сосед тут оказался и как выпутаться из этой ситуации. Или. Или, подтвердил Энд. Он сел в кресло. Дула лучи стрела по-прежнему смотрела в сторону Шиза. Помнишь, тогда, в зале суда. Я ничего. Попытался возразить Сим. Конечно, ты ничего не сделал. Ты только наблюдал. Как и это кралили. Как и остальные. Все сделали судьи. Ты можешь подать апелляцию. Ответом Симу был громогласный хохот. Я? Прошлый? Паст? Апелляцию? Сим сам понял, что сморозил глупость. Чего тебе надо? Неожиданно зло, сказал он. Хочешь убить меня? Чтобы на меня повесили еще и это? Энд улыбнулся. Сим метнулся в сторону. Энд выстрелил, но промахнулся, проделав цветным лучом дыру в стене. Шиз схватил банку с водой и запустил ею в громилу с оружием. И замер на месте. Бутылка не долетела до Энда, зависла в воздухе. А потом, лопнула, разбрызгав воду по полу. Видишь, чему ты меня научил? Смеясь, произнес Энд. Сим замер, выпучив от изумления глаза. Раньше ты этого не умел. Верно подметил. Не умел. Но когда тебе хорошенько простимулировали мозг нейролептиками, после, психоактивом, а затем еще и судили. Активированные мозговые центры, прошептал Сим. Вот именно, подтвердил догадку Верзила. Мозг до конца и не изучен. И никто не способен предсказать, что случится, если дать ему хорошего пинка, ха-ха. Никто не может предвидеть последствия, даже ты, Сит-Сим. Чего ты хочешь? Повторил Шис, чуя недоброе. Я? Взгляд Энда сделался еще холоднее, чем был, обратившись льдом, космической пустотой. Всего лишь вернуть должок. И он достал из кармана маленькую металлическую коробочку, точно такую же, а может, ту же самую, которой его судили. Сим все понял. Он то ли бесстрашно, то ли в панике, рванул к двери, несмотря на то, что в другой руке Энд по-прежнему держал лучи стрел. Шис уже был готов выкрикнуть дверь и приказ открыться, когда неведомая сила заставила его умолкнуть на полуслове, подняла в воздух, повлекла назад и обрушила на кровать. Энд применил телекинез. И, похоже, еще что-то, какую-то неизвестную Симу, пси-способность. Во что превратился бывший сосед, в том числе усилиями Шиза? Кем, или чем, стал? И как сбежал? Я мог бы ответить на все эти вопросы, прочтя мысли Сима, сказал Энд, но какой смысл? Умерших не вернешь. А мои способности более чем велик, и, да и я здесь вовсе не для того, чтобы удовлетворять твое любопытство. У него колоссальные возможности. Думал потрясенный Сим, когда Энд, с коробочкой в руке, направлялся к нему, лучи стрел громила, заткнул за пояс. Ни у одного нового отродясь таких не было. И ты снова прав, согласился Энд. А теперь, будь добр, не вертись. Свои слова, он подтвердил еще одной пси-атакой, в результате которой Сим застыл на месте и не мог пошевелиться. У тебя ведь уже есть чип в мозгу, сказал Энд. Иначе бы ты не мог проецировать предсказание. Очень удачно. Я, конечно, не прорицатель, этой способностью не обладаю, но тоже могу кое-что предсказать. Например, твою дальнейшую судьбу. Сим изо всех сил сопротивлялся, вернее, думал, что сопротивляется, но на деле лишь лежал, точно булыжник, неподвижный и беззащитный. Энд прикрепил ремешком коробочку к шее Сима и вытянул отросток, трубку с иглой на конце. Нет, сумел выдавить Сим. Не говоря ни слова, Энд воткнул иглу прямо в макушку Сима. Боль пронзила мозг. Сим застонал. В стрессовой ситуации все его чувства обострились. Внутренним взором Шиза он увидел, как Энд достает из другого кармана пневмошприц. Легко догадаться, что там психоактив. Неэте. Сквозь боль простонал Сим. По-прежнему сохраняя гробовое молчание, Верзилов колол жертве всю огромную дозу психоактивного вещества. И, довольный, отошел в сторонку, чтобы понаблюдать за результатом. Неэте. Надо было еще накормить тебя нейролептиками. Ну да ты не особо сопротивлялся. И так сойдет. Посмеиваясь, Энд смотрел, как Сим начинает дрожать. Шиз видел все воспаленным сознанием. И пытался кричать. Ничего не получалось. Кстати, здесь тоже неплохая звукоизоляция, бросил ему в голову мысль громила. И, как ты понимаешь, я ее включил. Глаза Сима налились кровью и вылезли из орбит. Дрожь становилась все сильнее, Сим обливался пеотом. Его сознание бунтовало против насилия над собой, скакало, металось. Будто кричало, Яша за сознание уважаемого человека, нового сита. Вы не смеете так поступать со мной. Но будущее было неотвратимо. Мысли начали расползаться, реальность, блекнуть, разум, рваться на части. Появилась боль во всем теле, стала постепенно усиливаться, с каждым невыносимо долгим мгновением быстрее. Сим чувствовал, что выпадает, истирается, исчезает. Перед мысленным взором что-то пронеслось. Потом снова. Раздались гудки, пронзительные, громкие. Он с величайшим трудом, барахтаясь в безвремени, вспомнил, машина. Наземная машина. И тут картина обрела четкость. Дорога, по дороге разъезжали авто. Проносились мимо, сигналили. А на дороге, обескураженный, недвижимый, стоял человек, но не он, не Сим. И одна из машин летела прямо на этого человека. Страшный удар. Покалеченное тело отшвырнуло в сторону. Помятую машину развернуло. Сим наблюдал все это как будто со стороны и одновременно находясь внутри происходящего. Своими глазами и неким другим взором, которым раньше не обладал. Сим моргнул и пришел в себя. Боли не было. Неподвижность тоже прошла, дереализация сгинула. Металлическая коробочка исчезла. Он стоял на обочине наземной дороги и смотрел на поврежденную машину с бесчувственным человеком за рулем, а затем перевел взгляд на. Глаза Сима расширились от ужаса. И он побежал. Не зная куда, без оглядки. Позади него, на дороге, в луже крови, лежало изломанное тело мертвого Энда. Иной мир, каким-то непостижимым образом, ворвался в подлинную реальность и забрал Громилу. Но от этого Симу было не легче. Глава 11. Суд. В районном зале суда было не протолкнуться. Как всегда, огромное число пси-людей, оставивших заявку на сайте, явилось посмотреть, как будут чинить заслуженную расправу над очередным взорвавшимся прошлым. Собравшийся люд приглушенно переговаривался. Симу, как и положено, отвели место в первом ряду, ведь он, виновник всего происходящего. Точнее говоря, причина. Шис уселся на деревянный стул. Из головы не шли мысли о еде, на завтрак он съел всего-то пару ломтиков сыра да кусочек ветчины и запил все это фильтрованной водой. Положение дел, сложившееся в жизни, Сима отнюдь не радовала. Всем приглашенным, в число которых входили и зарегистрировавшиеся, официально разрешалось в день суда не работать. Неподалеку сидел Хрон. Директор агентства то и дело посматривал на Сима. Шис старался не обращать на это внимание, хотя поведение начальника беспокоило его. Он почувствовал, как кто-то присаживается рядом и обращается к нему по имени, причем беспривычной, вежливой приставке Сид. Сим обернулся и увидел милое личико Ли. Она, как обычно, была обворожительна. «Добрый день», повторила Деп с улыбкой на губах. «Добрый», откликнулся Сим, в чем, честно говоря, был совсем не уверен. «Как ты?» «Ничего, ничего. Все уже наладилось. Что именно наладилось, Сим и сам себе бы не смог ответить. Выражение на привлекательном лице Ли вдруг сделалось жестким. «Надеюсь, этого негодяя, этого паста Энда, судят по всей строгости. Он должен получить, что заслужил». Сим отрешенно закивал. «Непременно. Непременно. Внезапно все затихли, в зал суда, ввели Энда. Бывший сосед Сима представлял собой жалкое зрелище, вялый, заторможенный, со стекленевшими глазами, несомненно, находился под воздействием нейролептиков. Но не таких, которые убивают всю мозговую деятельность. И дозировка была четко выверенная. Энд все понимал и чувствовал, просто не мог сопротивляться, беспрекословно выполняя то, что ему говорили, к чему принуждали. Существо одной ступенькой выше настоящего зомби. О таком знал любой пси-человек. Подталкивая в спину, Энда провели в центр сцены и усадили на нечто, напоминающее старинный, вышедший из обращения века назад, электрический стул. На руках и ногах судимого защелкнулись оковы, отрезая путь к бегству. Да и кому там бежать, рационально, но без ожидаемого удовольствия, подумал Сим. Он же почти растение. Судья достал маленькую металлическую коробочку. С одной стороны у нее имелся отросток с иглой на конце. Уверенным, отработанным движением, судья воткнул иглу в макушку Энда и тот дернулся. Коробочку вершитель правосудия при помощи ремешка прикрепил к шее прошлого. Затем достал из кармана спецформы пневмошприц и вколол беспомощному верзиле лошадиную дозу психоактива. После чего отошел и встал в углу, неотрывно наблюдая за происходящим. Сперва ничего не поменялось. Но это продолжалось недолго, только пока психоактивное вещество не начало действовать. Приглашенные замерли в ожидании. Энд вздрогнул, заметался на стуле. Его руки напряглись. Он пытался вырваться, выдрать пленившие его оковы с корнем, но, конечно, ничего не получалось. Тело задрожало еще сильнее. Под градом катился по лицу, шее, рукам, груди. Глаза выпучились, налились кровью, вылезли из орбит. Энда затрясло. Я? Захрипел он. Язык вывалился изо рта. Разбрызгивая слюну, Энд заходился в приступе. Я? Я? Не? Не? Я? Он то ли вопил, то ли хрипел. В основном, из перекошенного рта раздавались междометия, не имеющие ничего общего с нормальной речью, пусть даже речью прошлого. Я? Не я? Не я? Я? И? А? Я? И внезапно его тело охватил паралич. Как только это случилось, заработали динамики под потолком, и из них зазвучали голоса, грозные, громкие, обвиняющие. Все присутствующие слышали мысли Энда, происходящую внутри него борьбу, благодаря вживленному, настроенному на аудиоустройство телечипу. Молчать. Заорал один голос. Тихо, солдат. Подхватил другой. Я не. Не. Тихо. Молчать. Тебя не спрашивали, солдат. Кто бы тебя спросил? Ты никому не интересен. Не нужен. Всем наплевать на твое мнение, солдат. Я. Не. Тихо. Отвечай. Отвечай, солдат. Сим напрягся на деревянном стуле. Противоречие происходящего выбивало почву у него из-под ног. Почему же? Ведь наказывают преступника. Это обычно. Это правильно. Но он продолжал ощущать себя неуютно. И страх, откуда он только взялся. Заползал под крышку черепа, удобно там располагался, раскидывал щупальца. Тихо. Тихо. Отвечай, солдат. Тихо. Отвечай. Я. 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 Кто ты? Не. Не. Кто ты? Я. Не. Не. Кто? Энт. Не. Энт. Кто ты, безымянный? Не. Не. Человек. Не человек. Повтори. Не. Человек. Повтори. Не человек. А кто ты? Я. Я. Ты червь. Ты червь, солдат. Ты червь. Я. Червь. Кто ты? Я червь. Повтори. Повтори. Повтори, солдат. Я червь. Червь. Червь, 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 червь. Истошно завопил Энт. И безвольно обвис. Щелкнули и раскрылись оковы. Энт упал на пол сцены и, извиваясь всем телом, пополз по ней как червяк, что-то бессвязно бормоча сорванным голосом и исходя слюной. Здоровенный Детина в таком состоянии смотрелся крайне нелепо и пугающе. Но не на взгляд приглашенных, те дружно, оглушительно зааплодировали. Впрочем, осужденный этого не замечал. Он уперся головой в стену и продолжил извиваться, присмыкаться, исторгая изо рта, не междометие даже, их обрывки. Так ему, довольно произнесла Ли, и повернулась к Симу. Его место не в концентраторе, а в безымянном отходнике. Она аплодировала, наверное, громче всех. Сим с отвращением отвернулся от сцены и закрыл глаза. Он очень устал и ужасно проголодался. Глава 12. Увольнение и переезд. Значит, вы всерьез решили уволиться? Хрон внимательно посмотрел на Сима. И уехать? Тот машинально отвернулся, не желая глядеть на директора, или, по крайней мере, в глаза ему, но подумал, что это можно с честь неуважением, и все-таки встретился взглядом с Хроном. Да, так будет лучше. Для вас? И для меня тоже. Хрон бесконечно медленно кивнул. Что же, не смею больше задерживать, Сит-Сим. Шиз попрощался и развернулся, чтобы уйти. Да, вот еще что, остановил его Хрон. Сим отчего-то вдруг похолодел. Но нет же никакой разумной причины. На вас пришел донос. Сим нервно сглотнул. Донос? Угу. Анонимка. Пришла с неизвестного номера с зашифрованным адресом. Вот, полюбуйтесь. Хрон протянул ему свой мобил с большим экраном, на котором светилось изображение. Всего несколько строчек. Сим внимательно вчитался в них, впрочем, без толку. Довожу до вашего сведения, что Сим, работающий под вашим началом, злоупотребляет служебным положением для собственных целей, ведет с вами нечестную игру и является не тем, кем хочет казаться. И все. Злоупотребляю положением? Подумал Сим. Как именно? Я не выходил на работу по уважительным причинам. Да, и ничего более. Веду нечестную игру? Какую игру? Являюсь не тем, кем хочу казаться? Что бы это значило? О последнем он спросил Хрона. Тот раздраженно передернул плечами. Откуда мне знать? И убрал мобил, хотя Сим по-прежнему вчитывался в текст. А что, установить личность отправившего нельзя? Уточнил ШИС. Каким образом? Разумеется, у надзирательства есть много ресурсов. Но номер, как вы видели, не определяется, а адрес устройства зашифрован. Они полагают, что фон, с которого отправили анонимку, давно уничтожен. Волнуясь, Сим спросил осекающимся голосом. Они. Полагают? Да, надзирательство, предельно спокойно, как о чем-то будничном, сообщил Хрон. Я уже отправил им соответствующий запрос. Они возбудят проверку. Или уже возбудили. Па. Сим сглотнул, смачивая в раз пересохшее горло. Понятно. А у вас, Хрон зыркнул на него, есть какие-нибудь догадки? Особенно насчет, является не тем, кем хочет казаться. Нет, никаких. Абсолютно. Ладно, проворчал, или только показалось. Хрон и привычно отвернулся от собеседника. Можете идти. Всего хорошего. Всего хорошего. Сам не свой, Сим вышел из кабинета. Когда он собирался к переезду, открылась незапертая входная дверь, и к нему подбежал Эли. Я слышала, ты уезжаешь. В ее голосе ясно слышалось неверие. Не прекращая собирать вещи, и не глядя на вошедшую в квартиру, кстати, без стука и приглашения, женщину, Сим отстраненно кивнул. Но почему? Он переложил с места на место пару вещей. А потом обратно. Так. Надо. Да. Она схватила его за руки и заставила посмотреть на себя. Я же все понимаю, глядя Симу прямо в глаза, сказала Ли, это из-за Энда. Сим отвел взгляд, помотал головой. Нет, из-за Энда, упорствовала Ли. В ее голосе появились металлические нотки. Нет, из-за тебя. Словно не слыша, она продолжала. Ты сочувствуешь ему. Это похвально. Но глупо. Ему уже не поможешь. Да он и заслужил Тео. Что получил? Знаю. И все же причина в нем, так? Требовательно спросила она. Сим не ответил. Ли отпустила его руки и потупила взор. Я пришла попрощаться. Он быстро отвернулся и возобновил сборы. Или только притворился. Прощай, бросил Сим, чувствуя, как сжимается сердце. Нет, не так. Она повернула шиза к себе, обхватила обеими руками его голову и притянула, чтобы поцеловать. Когда Ли отстранилась от него, то смущенно хохотнула. В следующий раз я постучусь. Обещаю. Не будет следующего раз, над треснутым голосом отозвался Сим. Она промолчала и выбежала из квартиры. Гравилет среднего класса, арендованный Симом, вылетел за пределы Пси-тауна и отправился дальше. Шиз не знал, никуда летит, нигде остановится. Станет ли это остановка для него новым домом? Внизу проносился индустриальный пейзаж, в перемешку с зелеными насаждениями. Мысли о доме, о Ли, о Бенде, не отпускали его. Как ни странно, об оставленной работе, где чувствовал себя нужным и полезным, Сим не думал вовсе. Но Ли, и особенно Энд. Чтобы отвлечься от невеселых размышлений, он включил радио. Зазвучал незнакомый электронный импровиз. Сим забарабанил по сенсорулю в такт мелодии. Прошло еще какое-то время, сколько Шиз не знал. Внизу, сменив лес, показались здания. Что-то подсказало Симу, надо снижаться. А может, он подсознательно принял такое решение, не в силах больше выносить неопределенности полета, и теперь оправдывал сам себя. Сяду здесь. Да и не мешало бы заправить лед. Где ближайшая заправка? Сказал он встроенному в гравелет-компу. На экране отобразилась постройка, отмеченная красным маркером. Совсем недалеко. Лечу туда. Так он и поступил. На заправке, пока авто насыщалось оплаченным с помощью фонного приложения электричеством, Сим зашел в магазинчик по соседству. За прилавком стояла весьма симпатичная женщина средних лет. Он тут же мысленно сравнил ее внешность с внешностью Ли. У Ли черты тоньше. И лицо уже. Сим помотал головой, отгоняя навязчивые мысли. Не подскажете, есть ли здесь гостиница ближе, чем указано на карте? Продавщица улыбнулась. Вам тоже кажется странным, что в округе всего одна гостиница? Всем кажется. Да, есть еще одна, но она по какой-то причине, в последнее время, не отображается на карте. Кажется, серверный сбой или что-то вроде того. А как туда добраться? Это на соседней территории, несколько километров от нас на север. Сим поблагодарил услужливую женщину и вернулся к машине. Робот-заправщик уже закончил насыщать авто электричеством и втянулся обратно в углубление колонки. Шис сел в гравелед и вновь поднял его в воздух. Решено, лечу к этой гостинице. Если там неплохо, поживу пару деньков. А потом? Потом определюсь. Гостиница рай на земле оказалась очень неплохим местом. Может не подстать названию, но уютной и тихой. То, что надо. Даром, что не отображается на картах, с легкой иронией подумал Сим. Оплатив администратору номер на неделю вперед, Сим поднялся на лифте на свой этаж, открыл дверь и, едва валившись в номер, упал на застеленную кровать. Он очень утомился и испереживался. Единственным желанием сейчас было выспаться. Тем более, что кошмары в последнее время перестали его преследовать. Он надеялся, что навсегда. А днем страшные видения и вовсе никогда не проникали в сны. Утомленный, Сим как был, в одежде, лежа поверх покрывала, быстро заснул. Глава 15. В другом месте. Сим остановился, только когда понял, что не может больше бежать. Упал на колени, опустил голову. Горло нестерпимо жгло. Он пытался отдышаться и не мог. Придя в чувство, Сим огляделся. Он находился. Неизвестно где. Как попал сюда. Над головой пронесся гравелет. Сим поднялся на ноги и побрел в сторону виднеющихся вдали, в туманной дымке, построек. Все выглядело незнакомым. Сим находился в родной действительности, или в некоем ее подобии, вот только этого места припомнить не мог. Шис редко выбирался за пределы Пси-тауна, в основном ради отдыха, и очень странно, если бы его путь лежал в индустриальные районы. Жилые километровые небоскребы создавали ощущение привычности, безопасности. Так же, как и воздушные дороги, гравелеты, постройки на антигравитационных подушках. Еще бы знать, где нахожусь. Он озирался в поисках подсказки, но надписи на указателях и вывесках ничего не говорили. И, как назло, вокруг никого. Наверное, окраина, потому и безлюдно, предположил Сим. И городок маленький. Из-за поворота вылетел молодой парень на гравиборде. Всем своим видом, от модной прически, до современной одежды, юноша излучал ту самую, известную Симу, атмосферу Пси-мира. Облегченно выдохнув, исчезли последние сомнения, Шис схватил парня за шиворот. «Ой!» – воскликнул тот, соскакивая с летающей доски. «Извини!» Поняв, четверко делает, Сим тут же отпустил парня. «Не подскажешь, как добраться до Пси-тауна?» Юнец смерил его недовольным и недоверчивым взглядом. Но что-то еще сквозило в этом взоре, что-то странное и непонятное. «Ты что, из заболевших?» «Я Шис, но тебя это не касается». «Тогда тебя не касается, и где Пси-таун?» И парень вновь вскочил на гравиборд, намереваясь улететь. «Эй, погоди!» Сим коснулся его руки, на сей раз осторожно. «Мне надо знать». «Очень надо». «Я не заболевший, просто». «Заблудился». «Ответь!» «Мы, новые, должны помогать друг другу». Парень с сомнением поглядел на Сима, но все-таки сказал. «Это Супер Кантри. А Пси-таун, в пятидесяти километрах отсюда. Не так уж далеко. Только пешком идти долго». Он хохотнул. «Ты бы вызвал такси». «Да, я так и сделаю». «Спасибо». «Как ты вообще сюда попал?» «Спасибо еще раз», вместо ответа, произнес Сим, уходя прочь. Парень на гравиборде пожал плечами, что-то буркнул насчет всяких чудиков и поспешно улетел. Отойдя подальше, Сим огляделся, убедился, что все еще никого рядом нет, достал мобил и вызвал гравитакси. Авто прилетело где-то через полчаса, по субъективным, возможно обманчивым ощущениям Сима. Это была серая неприметная машина. Однако марка и номер соответствовали указанным в приложении. Сим помахал рукой, привлекая внимание. Такси село, поднялась дверца у места рядом с водителем. Сим поспешил к авто. «Здравствуйте». «Мне». Он уже забрался внутрь, когда наконец глянул на водителя. Это был след, тот самый, что допрашивал его над «Пситауном». В руке след держал лучи стрел. «Конечно, я не буду в вас стрелять», — сказал работник надзирательства своим серым, невыразительным тоном. «Но и вынуждать меня не надо. Просто забирайтесь внутрь». Молча. Сим подумал, не попытаться ли сбежать, однако отмел эту идею. Во-первых, след не энд, так что вряд ли Симу угрожает опасность, по крайней мере прямо сейчас. А во-вторых, неповиновение надзирательству и нападение на ее сотрудника — очень серьезные статьи. За такое и судить могут, даже его, нового, и кто знает, повезет ли отвертеться на этот раз. Увидев, что Сим, ничего не говоря, садится в кресло, след довольно кивнул. Нажал на сенсор, опустил дверцу авто, и они взлетели. «Куда мы направляемся?» Через некоторое время, прерывая затянувшееся молчание, спросил Сим. «Не это должно вас волновать. А что?» «Не прикидывайтесь, Сид. На вас висит очень много обвинений. Начиная от доноса на работе и заканчивая убийством. Сим похолодел. «Кого же я убил?» Он старался выглядеть веселым, но язык плохо слушался. След не должен был знать об Энде, не мог. Все произошло в ином мире. И все же. Энда, прошелестел след. «Как минимум». «Как минимум». «А кого еще?» След не ответил, вместо этого сказав. «Официально он числится пропавшим без вести. Однако мы-то с вами знаем. Он не договорил. Я его не убивал». «Тогда кто?» «Не знаю. С чего вы вообще решили, что он мертв?» «У нас свои источники информации. Это вас также не должно беспокоить». Энд сбежал из-под надзора. Он превратился. В кого-то другого после суда. Нам известно. «Но откуда об этом знаете вы, если больше не встречали его?» Сим понял, что сболтнул лишнего, но попытался выкрутиться. «Я этого не говорил. Я сказал, что не убивал его. А откуда вам известно о превращении?» «Загнал в угол, понял Сим. И решил раскрыть карты. Да, мы встречались. Ну как?» «Он напал на меня. Пленил, хотел судить. И убить в итоге. Очень жестоко. Я сопротивлялся. Значит, это была самооборона? Нет. Преднамеренное убийство? Да нет же. Я. Я не понял. Объясните. Пытаюсь. Но это очень сложно. Тем более, что я сам не до конца понимаю. Как он нашел меня? Или это тоже вне сферы моих интересов? Вот именно. А теперь, расскажите мне о случившемся как можно подробнее. От этого зависит ваше будущее. И жизнь. Деваться некуда, Сим в деталях и красках, изложил следу историю их последней встречи с Эндом. А в конце сказал. «Но вы же мне верите?» «Может, и верю. Но. Не поможете. Решение принимает надзирательство. Но вы же и есть надзирательство». След промолчал и больше не вымолвил ни слова. Авто зашло на посадку. Как же ему удалось замаскироваться под такси? Удивлялся про себя Сим. А впрочем, у них наверняка все схвачено. «Вылезайте», — прервал размышления след. Тот уже стоял у открытой дверцы машины, напротив Сима. Шис огляделся и с испугом обнаружил, что они находятся посреди пустыря. Поблизости, ни единого живого человека, ни одной постройки. Только пустое пыльное пространство. Как в безвремене. «Вылезайте», — без выражения повторил след. Сим вылез и стал, выжидательно глядя на работника надзирательства. Сухонький человек вновь вытащил лучи стрел и наставил на Сима. Шис отшатнулся, отступил назад и уперся спиной в машину. «За что?» «Отойдите от авто, не хочу запачкать его кровью». «За что?» «Я же ни в чем не виноват». «Так о себе может сказать кто угодно». «А между тем, слишком много знать, уже преступление». Отчаяние захлестнуло Сима. Он дернулся, чтобы убежать, в бесполезной попытке спастись. Но след резво рванул на перерез. И ударил, неожиданно сильно для человека, его комплекции. Подготовка. Сим повалился на землю. Из носа текла кровь, пачкая и без того выморанную в грязи одежду. След наставил на него лучи стрел. Сим зажмурился и постарался представить что-нибудь приятное, родное, спокойное. То, что поможет принять неотвратимую судьбу, которая его ждала. Но перед внутренним взором, почему-то встали чуждые и шумные картины иного мира. На удивление ясные, зримые образы. След нажал на гашетку сенсор. Образы поплыли, охватив шиза. Из дула луча стрела вырвался яркий цветной луч. Асим. Глава, 16. Вторгается иной мир. Очутился в совершенно ином месте. Шиз открыл глаза и огляделся. Снова перенесся. Но куда? Взгляду предстал иной мир, с его бесконечно чужими инфраструктурой, стилем, транспортом, людьми и всем остальным. Усима перехватило дыхание, когда внезапная догадка посетила его. Неужели? Неужели я сам провоцирую эти перемещения? И еще более безумное предположение, родилось следом. А что если я могу ими управлять? Он смежил веки, сосредоточился, как делал во время сеансов прозревания, представил Пси Таун, каким его знал, и мысленно забросил себя туда. Затем опять открыл глаза и обнаружил, что иной мир действительно исчез. Однако где находится, Сим не знал. Какое-то здание без окон, длинный пустой коридор, однотипные двери по бокам. Сим попробовал открыть ближайшую, дернув за металлическую ручку. Не поддается, вероятно, заперта. Стараясь ничему не удивляться, Шиз двинулся дальше по коридору, проверяя одну дверь за другой. Все они оказались заперты. Коридор что-то напоминал Симу, где-то Шиз видел нечто подобное. Он поднялся по лестнице на следующий этаж, размышляя на эту тему. Здесь коридор был гораздо короче и вел к одной единственной закрытой двери. Заперта она или нет, Сим определить не успел, потому что изнутри зазвучали голоса. Он подкрался ближе и прислушался. «Представляет опасность», — говорил один голос. «Тогда надо переманить его на нашу сторону», — отвечал второй. «Каким образом?» — поинтересовался третий, смутно знакомый. «Не только голос, но все, обстановка, планировка, звуки и запахи, казались тут странно знакомыми, ощущение дежавю не отпускало ни на секунду». «Да, как?» — вторил голос, услышанный первым. «Гену это не удалось». «Гену?» — опешил Сим. «Не удалось», — согласился второй. «Но он не очень-то и пытался». «Ген предал нас». Разъяренно вскричал голос номер три, вроде бы слышанный ранее. «За что и поплатился». «Мы не могли предсказать возвращение Энда», — успокаивающим тоном ответили ему. «Да, не могли». «И никто бы не смог, даже он, однако след не справился, невзирая на предоставленную помощь». «Тут уж Сим беззвучно раскрыл рот от удивления». «Надо отправить другого». «Бессмысленно». «А за этим уже вылетели наши люди, чтобы позаботиться о нем». «Хорошо». «Но проблема остается нерешенной». «Его способности растут, и происходит это быстро». «Очень быстро», — подакнул другой голос. «Даже чересчур». «Что вы предлагаете?» — спросил знакомый голос. «Черт, где же я его слышал?» «И где видел этот проклятый коридор?» «Надо изловить объект и подвергнуть изучению». «И лечению». «По нашим сведениям, он не только отравлен, но и облучен». «Плюс ко всему». «Неудивительно, что его возможности усиливаются, причем так стремительно». «Это врожденное», — сурово проворчал знакомый. «Не только», — возразили ему. «Да, согласен». «Так что же предпримем?» Поинтересовался третий собеседник. «Надо дождаться реакции Ли, на нее вся надежда». «Ли, а если не выйдет?» «Тогда сделаем так». «Что это?» «Сим замер, а вдруг его заметили?» «Он даже перестал дышать». «Вам не кажется, что кто-то стоит за дверью?» «Подслушивает?» «Да». «Неужели?» Сим Стримглав бросился прочь. Громко топая, по пустому коридору, по лестнице, по еще одному коридору, к другой лестнице. Не оглядываясь, не задумываясь. Как оказалось, он все сделал правильно, неужто его обострившиеся и видоизменившиеся пси-возможности помогли? «Позади, скрипнув, открылась дверь. Он узнал, увидел ее шизофреническим, расщепленным сознанием». «Кто-то вышел в коридор. Открылась вторая дверь. Какой-то человек закричал. Третья дверь распахнулась, четвертая, пятая. Послышался топот ног. Его преследовали, люди. Толпа людей. И, с оружием. Некоторые уже выхватили лучи стрелы и направили на него. Сим сбежал по лестнице и понесся дальше. И уперся в новую толпу, перегородившую дорогу. Значит, их оповестили. Оставался единственный выход. Раздался выстрел. Пролетел мимо смертоносный цветной луч. Нет. Брать живым. Топот с обеих сторон усилился. Закрыв глаза, Сим стоял на месте, сосредотачиваясь. Они подобрались к нему вплотную. Подождите. Крикнул кто-то, явно обращаясь к нему, и протянул руку. Не. Сим не стал слушать, а переместился. Он понял это, когда вернулся из сознательной пустоты, обратно, к разумному восприятию, и размежил веки. Шиз вновь стоял посреди пустыря и глядел перед собой. В отдалении кто-то вел под руки к гравилету, маленькую, сухонькую фигурку, какие-то два бугая в белой спецформе. Шизосознание не успело разглядеть подробнее, потому что след, тот самый, это его уводили, внезапно что-то почувствовал. Обернулся, увидел Сима, и что было силы заорал. Один из бугаев тоже повернулся к Шизу и толкнул в плечо напарника. Тот сорвался с места, на ходу доставая из-за пояса лучи стрел и что-то крича Симу. Шиз решил, что ему ничего не грозит, он ведь нужен им живым. Но не успел вновь смежить веки, как раздались выстрелы. Вот черт! Наверное, их еще не оповестили. Сим пригнулся. Выстрелы не прекращались, пока еще ни один не достиг цели, но бегущий амбал приближался. Тогда побежал и Сим. Призрев усталость, движимый единственным, надеждой на спасение, несся он в сторону обступившего пустырь, с одной стороны подлеска. А добежав до того, нырнул между деревьями в высокую траву. Глава 18. Звонок. Если верить мобилу, с ним хотела поговорить Ли. Еще одна предательница. Не буду отвечать на звонок. Фон не смолкал, продолжая играть мелодию из популярной песенки. Сим раздраженно отвернулся. Мобил словно бы почувствовал это и затрезвонил громче. Конечно, только показалось, но именно такое сложилось впечатление. Голова заболела с новой силой. Сим ругнулся и нажал-таки на сенсорном экране прием. Алло, зазвучал из динамика, взволнованный голос Ли. Что ей сказать? И надо ли говорить? Зачем я вообще ответил на звонок? Дурак. Алло. Сим. Ты там? Ответь. Сим. Восклицала она. Здесь я, бросил Шис, со все растущим раздражением. О, Сим, я так за тебя переживала. Почему? Ли опешила. Или притворилась. Ну как же. Нас столько связывает. Что нас связывает? Молчание. Сим, я говорила с твоим лечащим врачом. С какой стати? Злобно отозвался Шис. Меня что, разыскивал кто-то из поликлиники? Нет, не из поликлиники. Из лучей. Лучей? Откуда ей известно, что он там был? Нет, она врет. Она просто хорошо информированный предатель. Информатор надзирательства. Наверняка это она настрочила на меня тот анонимный донос и отправила Хрону. Или сам Хрон все подстроил. Без разницы. Сим решил молчать. Толку от этого не было, но разговаривать с Ли не хотелось. Сим, умоляю тебя. Доктор Кен провел дополнительные исследования и выяснил. Она не договорила. Шиз болезненно рассмеялся. Что он выяснил? Что я отравлен? Чем там, нейролептиками? Или психоактивом? Но шизодол не дает такого эффекта, даже в повышенной концентрации. Нет, Сим, ты облучен? И это я знаю. Ты заболевший. Рыдая, выкрикнула в трубку Ли. Ты ненормален. Тебя надо исправлять. Исправлять? Ну вот это уже совсем наглая ложь. Он нормален, как гора Эверест. Возможно, единственный нормальный человек на Земле. Поэтому-то на него и ведется охота. По этой причине, а еще потому, что он обладает неординарными способностями. За пояс заткнет любого, вероятно, и Энда тоже. Мир его праху. Сим криво улыбнулся. Сим, ты меня слышишь? Слышу. Дальше что? Доктор Кен очень беспокоится о тебе. Он все выяснил насчет тебя и твоих способностей. Как он тебя нашел? Доктор Кен приходил к тебе, но ты уже улетел. Тогда он решил переговорить со мной, как с одной из ближайших соседок. Ложь. Ложь. А что за способности, о которых ты говорила? Прикинулся дурачком Сим. Твои невероятные пси-возможности, таратарила Ли. Они же выросли многократно, и… С чего ты взяла? Все это чушь собачья. Я каким был, таким остался. И никто у меня ничего не нашел. Ни Док Кен, никто другой. Я просто. Просто отдыхаю на природе. А ты позвонила, чтобы запудрить мне мозги, и… Сим, прошу тебя, ответь, твердым голосом произнесла Ли, где ты? Тут уж он разозлился сверх меры. Я отвечу. Я тебе отвечу. Все расскажу. Мне тоже многое известно. Ты – шпион надзирателей. Как и Ген. И Хрон, и Кен. Все вы. Вы приставлены ко мне, чтобы следить за мной из-за моих. Он умолк, не зная, как продолжить. Из-за твоих? Подтолкнула его Ли. Из-за того, что со мной творится. Но я не пойду у вас на поводу. Не хочу в концентратор. Какой концентратор, Сим, любимый? Он закрыл глаза, сдерживая рвущуюся наружу ярость. Пожалуйста, скажи, где ты, и я прилечу за тобой. Нет никаких шпионов и заговоров. Просто ты заболевший. Пойми, когда человек нездоров. Прощай, решительно произнес он и отключил связь. Пошатываясь, встал, размахнулся и забросил мобил подальше. А я ведь так и не посмотрел, где я. Вот черт, и что теперь, искать фон? Сим встал слишком резко, накатило головокружение. Справившись с ним, он прокрутил в голове разговор Сли. Пытался найти изъяны в ее логике, и не смог. Хорошая у нее подготовочка. Но если все это правда, если он заболевший, почему же она не перезванивает? Что-то он не слышит знакомых звуков поп-песенки. Значит, прав Сим, или с остальными, лишь использовали его. Двуличные мерзавцы. Кому теперь верить? И как возвращаться домой? Да и по чести сказать, остался ли у него дом? Как быть? Злой от накатившей досады, Сим выхватил из-за пояса лучи стрел, и следом за мобилом, выбросил в кусты. Опечаленный, смущенный, растерянный, Шис стоял возле забора и пустым взглядом смотрел перед собой. Тут, словно ему всего прочего было мало, нахлынуло внезапное, но прекрасно изведанное чувство дереализации, и он очутился в ином мире. Глава, 17. Бегство. Преследует его или нет, но останавливаться он не намерен до тех пор, пока не почувствует себя в безопасности. А ни о какой безопасности не могло идти и речи, взбунтовавшееся шизосознание трезвонило на все лады об угрозе. И Сим действительно видел расщепленным разумом, проламывающуюся сквозь деревья, кусты и траву, здоровенную фигуру в неизвестной белой спецформе. Преследователь останавливался пару раз, чтобы выстрелить, а затем продолжал погоню. Это могло бы дать Симу преимущество, однако Шис уже порядком устал и бежал отнюдь не так резво, как в начале. Продираясь сквозь лес, он тяжело дышал. Ветки хлистали по голове, шее, плечам. Позади пыхтел Бугай с лучестрелом. Даже если тот не пристрелит Сима, драки не избежать. Что бы мне могло пригодиться в схватке? Отрешенно подумал Шис, выбегая на поляну. Какие я знаю боевые искусства? Какие вообще есть? Карате, кунг, фу, тхеквандо, ушу, самбо, джиу-джитсу. Нет, ничему из этого я не обучался. От досады Сим на мгновение потерял концентрацию. Но этого мига, вкупе с накопившейся усталостью и случайностью, хватило, чтобы он споткнулся о какой-то дурацкий корень и, совершив кульбит, растянулся на земле. Падая, Сим здорово приложился головой о пень. В глазах вспыхнули все созвездия вселенной. Прежде чем потерять сознание, он в отчаянии подумал о преследователе. О том, как бы было хорошо, чтобы тот тоже рухнул на месте. Или взорвался, к чертовой матери. Ослепительный свет, заполонившийся за сознание, померк. Сим услышал неясный хлопок, на грани ускользающей слышимости. Попался. Мне конец. Была последняя мысль. И он провалился в беспамятство. Пришел в себя Сим там же, где и был. Он все еще лежал на поляне. Голова нещадно болела. Сим пошевелился. Собрался с силами, сел. Осторожно коснулся головы. Кровь. Да, хорошенько приложился. Но? Почему он до сих пор жив? Или не в плену? В какой-нибудь секретной темнице, накачанной нейролептиками. Сим с трудом встал, жмурясь от боли, осмотрелся. И пришел в ужас. В нескольких метрах от него, лежал бугай-преследователь, с начисто сорванной головой. Вернее, будто взорвавшийся. Остатки ее разбрызгало по поляне. Сим отвернулся, борясь с тошнотой. Взгляд зацепился за лежащий в паре шагов лучестрел. Шис подобрал оружие и сунул за пояс. Кажется, больше не преследуют. Тот, второй бугай, наверное, остался сторожить следа. Или увез его куда подальше. Однако перед этим, мог вызвать подкрепление. На его месте Сим так бы и поступил. Что же делать? Из-за леса, доносился плохо различимый шум. Сим постоял, пока боль отчасти не унялась, и двинулся на звук. Идти было неудобно и трудно, голова раскалывалась, и все-таки он выбрался из леса. Перед ним возвышалось одинокое строение. Автоматизированный завод или механизированное фермерское хозяйство, а может что-то иное, не разобрать. По периметру здания шел невысокий, простой забор. Сим подошел к ограде, оперся о нее спиной и сполз вниз. Обхватил руками ноги, уронил голову, закрыл глаза. Ну и в передрягу же он угодил. Каким-то неведомым, фантастическим образом. Он многого не понимал. Единственное, что виделось незыблемым, он в опасности и должен бороться за жизнь. Но как? Вызовет такси, а прилетит след и схватит его. И куда податься? Всюду предатели. Если верить Том У со знакомым голосом. Для начала выяснить бы, где я. Тут Сим расхохотался. Нет же ничего проще. У него по-прежнему при себе мобил, а там – приложение карты. Открываешь и смотришь. Сим вытащил из кармана фон и уже собрался было узнать, куда его в очередной раз занесла нелегкая, когда аппарат зазвонил. Шис тревожно взглянул на экран, где отображались номер, имя и портрет звонившего. Глава 19. Еще раз в ином мире. Сим тут же попытался сосредоточиться и вернуться назад. Куда-нибудь. Только сбежать отсюда. Закрыл глаза, сделал все как раньше. Ничего не вышло. От досады и отчаяния хотелось выйти. Неужели я теряю контроль над своими способностями? Становлюсь неуправляемым? И еще одна мысль, безумнее предыдущей. А вдруг я действительно заболевший? Все симптомы налицо. Он нервно рассмеялся, однако тотчас осек себя. Нет, нет, нет. Надо искать выход из положения. Всегда есть путь наружу, даже если кажется, что тебя плотно окружили. Не бывает ничего невозможного и непреодолимого. Но сейчас эти слова звучали просто как слова. Как пустая бравада. Он зашагал по тротуару незнакомой улицы, чуждого города. Несуществующей реальности. Несуществующей, но такой правдоподобной, вещественной. Куда идет, не имело значения. Просто надо двигаться, чтобы не поймали, чтобы он выжил, чтобы куда-нибудь пришел. Рядом с ним остановилась наземная машина. Эй, приятель, ты в порядке? Сим обернулся и увидел сидящего за рулем, небритого мужчину, с добрым взглядом. Да. Не волнуйтесь. Видок у тебя. Пожалуй. Сим направился было дальше, но мужчина снова окликнул его. Может тебя подбросить куда-нибудь? Подбросить? Было бы неплохо. Сделав вид, что не замечает ничего необычного, Сим с трудом открыл непривычную металлическую дверцу авто и сел в передние кресла. Да, дверца иногда заедает, сказал мужчина, по-своему истолковав поведение нового знакомца. Машина тронулась с места. Куда едем? Сим недолго поразмыслил. Где здесь ближайшая гостиница? В паре километров. Поехали туда. Договорились, приятель. Хотя нет, передумал Сим. Есть тут у вас библиотека? Разумеется, есть. Ты что, с луны свалился? Мужчина-водитель рассмеялся. Вроде того. Шис выдавил неуверенный смешок. Тогда к библиотеке. Сим угукнул и уставился в окно. Какое все непривычное и странное. И вместе с тем словно бы. Словно бы я это уже видел. Это или нечто подобное. Мужчина включил радио. Заиграл тяжелый рок, но запись была какая-то непривычная, странная. Сим не смог бы объяснить и самому себе, в чем заключается ее отличие от привычных уху мелодий. То же касалось и речи мужчины за рулем. О чем думаешь? Спросил водитель. Шис пожал плечами и ничего не ответил. Какой-то ты странный. Добряк за баранкой, с сомнением посмотрел на пассажира. А ты вообще нормальный? Нормальный, нормальный. Только устал очень. Водитель снова рассмеялся и перестал донимать Сима расспросами. Машина остановилась перед старомодным и даже больше, давно устаревшим приземистым зданием. Вот мы и на месте, приятель. Спасибо, поблагодарил Сим. Сколько я вам должен? Надеюсь, моя карточка тут сработает. Интересно, здесь в ходу мани? Мужчина удивленно посмотрел на Сима и покачал головой. А это точно библиотека? Уточнил Шис. Тут выдают электронные книги без регистрации? Какие книги? Недоуменно переспросил водитель. Ладно, никакие. Спасибо, что подвезли. Приятель, если плохо себя чувствуешь, обратись к врачу. Ну, бывай, сказал мужчина и уехал. Наверное, и вздохнул с облегчением. Помявшись на пороге библиотеки, Сим наконец заставил себя зайти внутрь. Первым, что он увидел, была стойка регистрации и стоящая за ней серьезная дама в очках. Я в библиотеку, на всякий случай, уведомил Сим. Конечно, проходите. Вы же записаны? Записан, соврал Шис. Женщина улыбнулась и кивнула, поверив на слово. Сим прошел в большое помещение со стеллажами. Книги, журналы, газеты обступили со всех сторон. Сим переводил взгляд с одного указателя на другой. Наука. То, что нужно. Он подошел к стеллажу. Стал по очереди доставать книги и просматривать их. Ни слова о псиониках, Третьей мировой, надзирательстве, СЛ-едах, защитниках. Судя по книжкам и учебникам, его мир точно бы никогда не существовал. Обратившись к журналам и газетам, Сим тоже не отыскал никаких упоминаний о жизни планеты после безвремения, да и о самом безвремене. Раздел «История» также ничем не помог. От нечего делать, Шис взялся просматривать все таблички подряд. Детская литература. Криминальные романы. Психология. Остановился перед стеллажом с фантастическими книгами и взял с полки первую попавшуюся. Стоило проглядеть пару страниц, как глаза полезли из орбит. Абсолютно незнакомый ему автор, в деталях описывал мир после войны, пси города, надзирателей, концентраторы, новых и пришлых, и все прочее, назвав это научной фантастикой. Дрожащими руками, Сим захлопнул книгу и взял с собой. «Я беру эту», вернувшись к стойке регистрации, обратился к библиотекарше. «Очень хорошо. Ваше имя?» Сим понял, что какое бы имя ни назвал, этого человека, вряд ли найдут в списке зарегистрированных. Незаметно выкрасть книгу. Под взглядами видеокамер? Да и не хотел он идти на преступление, даже ради уникальной находки. «А впрочем, я передумал», — сказал Шис, и под зорким взглядом библиотекарши вернулся к стеллажам. С сожалением положил книгу обратно, попрощался с женщиной за стойкой и вышел наружу. Стоп, а кто написал это произведение? И как оно называется? Можно было бы попробовать купить его в книжном магазине. Если, конечно, моя кредитка сработает. Автор и название. Черт, не помню. Возвращаться в библиотеку было бы подозрительно. Раздосадованный, он пнул лежащий на тротуаре камешек. Поднял взгляд, посмотрел на небо, и увидел пролетающий по небу аппарат. Не гравелет, а гораздо большего размера и с крыльями. Аппарат стремительно двигался в далекой вышине, хотя отсюда казалось, что летит он медленно-медленно. Хочу домой. Даже если там меня ждет засада, плевать. Сим вновь посмотрел на дорогу, решая, куда бы отправиться. И с изумлением обнаружил, что находится в своем мире, возле небоскреба, где раньше жил. Глава 20. Поиски. Изумление продлилось недолго. Сим уже устал удивляться каждому внезапному перемещению. Шис стоял посреди тротуара и размышлял, что предпринять дальше. Он не знал, сколько прошло времени, прежде чем какой-то человек, мужчина, в ничем не примечательной одежде, окликнул его. Сит-Сим? Вас хотят видеть. Кто? Он не назвался. Только перевел за поездку втрое больше, чем требовалось. И, описав вас, попросил отвезти в определенное место. В какое еще место? Отчасти с волнением, а отчасти безразлично осведомился Сим. Все это начинало ему серьезно надоедать. На окраину Пси-Тауна. Совсем хорошо. Сим растянул губы в улыбке. Ну тогда полетели. Может, там он, наконец, найдет ответы на все накопившиеся вопросы. Таксист высадил его в лесной полосе, возле какого-то заброшенного строения, похожего на бункер. Сказал, что заказавший машину ждет внутри. И улетел, не дожидаясь реакции Сима. Тот, однако, и не собирался забрасывать совершенно неосведомленного человека вопросами или протестовать. Сим подошел к двери в бункер. Она покосилась и проржавела. Шис потянул дверь на себя и, приложив серьезные усилия, открыл проход. Изнутри дыхнуло пылью. Сим вгляделся в темноту и ничего не разобрал. Жаль, выкинул мобил, с досадой подумал Шис, сейчас бы посветил фонариком. А надо ли вообще туда идти? Что-то подсказывало, нет, убирайся отсюда как можно скорее. И подальше. Сим, измученный ужасами и догадками, не обратил внимания на внутренние возгласы. Он хотел знать, хотел больше, чем боялся. Осторожно ступая по металлическим ступеням, Сим спустился вниз. Мрак обступил со всех сторон. Подождав, пока глаза привыкнут к темноте, Шис двинулся дальше. Путь уводил все вперед и вперед, а после, вглубь, и заканчиваться не собирался. Сим шел в основном на ощупь. Что я тут делаю? Вертелась в голове мысль. Наверное, я и вправду нездоров. Наконец, сбоку он обнаружил дверь. Причувствие, а может, шизофреническое прорицание подсказало, что надо зайти внутрь, хотя мрачная, темная тропинка продолжалась и исчезала за поворотом. Сим потянул дверь на себя, и она неожиданно легко открылась. Внутри было довольно светло, горела под потолком лампа. Стояли друг напротив друга два металлических стула. В одном из них, лицом к вошедшему, сидел человек, высокий мужчина, неопределенных лет. Вначале, вынырнув из темноты, Сим не разобрал лиц, остатного, одетого в идеально выглаженный, красивый костюм незнакомца. А когда пригляделся, аж задохнулся от потрясения. Да, он еще мог удивляться, а окружающий мир способен был его изумлять. На стуле, сидел правитель всепланетного государства, Пар Пан. Глава, 21. Встреча. Здравствуйте, Сид Сим, предельно вежливо произнес Пан. А я вас уже заждался. Как по волшебству из тени, слева и справа, выступили два амбала, с лучи стрелами наперевес, и встали по бокам от правителя. Сим оглянулся на открытую дверь. Не волнуйтесь, Сид Сим, успокоил Пан, здесь безопасно. Я всего лишь хочу кое-что вам рассказать. Садитесь. Он указал рукой с длинными ухоженными пальцами на свободный стул. Делать нечего, Сим поступил, как сказали. Один из амбалов закрыл дверь бункера, а потом вернулся на место. Вы очень полезный человек, произнес Пан. Очень полезный и важный, и сами не понимаете, насколько. У меня есть определенные догадки. Не сомневаюсь. Пан улыбнулся, с виду, искренне. Но то всего лишь догадки, вероятно, далекие от реальности. Я же хочу предложить вам нечто в самом делешное. Правду? Спросил Сим, и в его голосе послышалась надежда. И ее тоже, ответил правитель. Но прежде всего, справедливость. Сим не понимал, о чем и сообщил Пану. Чтобы вы все поняли, надо кое-что вам поведать, сказал тот. Для этого я тут и нахожусь. Вы прилетели исключительно ради меня? Ради вас можно забраться очень далеко, что мы и проделали за последние дни. Но следует уточнить, меня сюда послали. Вас? Послали? Но вы же. Пан еще раз улыбнулся, как показалось Симу, с сочувствием. Вот видите, вы ничегошеньки не знаете. Да перестаньте мучить меня загадками. Вскричал Шиз и вскочил с места. Один из вооруженных амбалов схватился за лучи стрел. Пан поднял руку, успокаивая охранника. Пожалуйста, сядьте на место, Сит Сим. Вот и отлично. Я расскажу вам то, что вы так хотите услышать. Однако зачастую наши желания не совпадают с тем, что нам было бы полезно. Сим внимательно слушал, хмуря брови. О чем он? Почему наводит тень на плетень? Это случилось очень давно, начал правитель земли. После Третьей мировой войны, которую псионики проиграли. Глава 22. Правда открывается. Да, не удивляйтесь, Сит Сим, продолжал Пан, мы ее проиграли. Очень хотели победить, но не вышло. Тогда-то мы и попали в плен. Кабалу. Нам сохранили видимость свободы, но на деле мы стали узниками. Управляемыми. Настоящие вет-омые, которые лишь выглядят как лидеры. Кто это сделал? Не веря ушам, прохрепел Сим. Резонный вопрос. Те, кто победили. Люди, обычные люди. Прошлое, как мы их называем. Но не те прошлые, отбросы, которых вы видите каждый день, которые живут бок о бок с вами, а верха. Люди, обладающие властью. И вот свою-то власть, мощную, хитрую, они и установили, когда поработали новых. Прочистили им разум, промыли мозги и превратили в послушных, легко управляемых роботов. С помощью психотронного излучения, медицинских препаратов, скрытой пропаганды и много чего еще. В висках у Сима застучало. Кто? Повторил он. Хотя ответ, как он вдруг понял, все это время долбился о стенке черепа. Психиатры, ответил пан. Наша психиатрическая лечебница планетарного масштаба управляется ими. Никто их не видел, даже я, хоть и общался с парочкой. Но они существуют, уверяю вас. И сейчас они заинтересовались вами. Сим размял шею. А вы? Новый, или? Пан рассмеялся. Да, да. Я такой же, как вы, ненормальный. Тут все без обмана. Я не обладаю какой-либо серьезной властью, но могу, и должен, обеспечить вам надлежащий уход. Должен и сделаю это. Ваши способности крайне важны, однако, и чрезвычайно опасны. Значит, все без обмана? По возможности, беззаботно переспросил Сим. Как я и сказал. Но где-то есть ловушка, так? В чем она заключается? Пан сузил глаза. Я помогу вам. Иначе сам отправлюсь туда. В концентратор? Что вы, вовсе нет. Не в концентратор. Не волнуйтесь, Сид Сим. Шис пожалел, что выбросил лучи стрел. Зарычав, точно доисторическое чудовище, вытянув руки, Сим в порыве необузданной ярости набросился на лжеправителя. Хотел задушить его, растерзать, разорвать на части. Что-то тяжелое ударило по голове. Обожгло болью, из глаз посыпались искры. Сим повалился на пол. Где-то на задворках сознания стала оформляться запоздалая мысль, что он мог бы попытаться переместить этого самодовольного хлыща куда подальше или лопнуть его голову, точно воздушный шарик. А равно избавиться и от его телохранителей. Но время безжалостно ускользало. Амбал убрал за пояс лучи стрел, которым врезал разгневанному шизу, и вытащил из кармана пневмошприц. «Приятных снов, Сид Сим», — сказал совершенно ненапуганный пан. А затем Симу что-то вкололи, и он провалился в небытие. Он сидел на деревянном стуле, напротив человека в белом халате, и глядел на того тупым, ничего не выражающим взглядом. «Вот поэтому вы и оказались здесь, господин Сорокин». Голос Этот голос Такой знакомый Если бы Сим мог думать, то вспомнил бы, что слышал его Прозрение Правители планеты Психиатры Обладатель голоса был одним из тайных верховных начальников Земли Но мощнейшие нейролептики в больших дозировках, словно бесконечный взрыв ментальной атомной бомбы, надежно уничтожили и заглушили сознание Сим был не в силах сопротивляться Он даже не мог двинуться, препараты и смирительная рубашка сделали свое дело Когда вас привезли к нам, вы несли бред о мире будущего О псиониках, психиатрической больнице планетарных размеров и правителях-психиатрах О том, что псионики опасны Что это они развязали третью мировую, и поэтому их надо держать под приглядом и лечить Управлять ими, как роботами Но мы сделаем так, чтобы вы выздоровели Собственно, мы уже этим занимаемся Где Я Пуская пузыри, сумел выдавить сим Когда Я Вы в нужном месте Мести, где вам помогут Здесь работает лучший медицинский персонал Вы очень важная личность, господин Сорокин И тем более печально наблюдать вашу болезнь Когда Я Когда и были всегда, в начале 21 века Нет Неправда Неправда Нет Как вас Зовут? Меня зовут доктор Панов А вас, Семен Савельевич Сорокин Доктор вздохнул Уводите Следуя приказанию, два дюжих санитара подошли к Симу справа и слева, подняли его со стула и вернули в палату В психиатрической лечебнице, а по сути, отстойники, под названием бездна, на время вновь наступила тишина Давящее, почти мертвое Но для некоторых, такая желанная Я все сделал правильно, сказал себе доктор, назвавшийся Пановым Я не ошибся Он очень хотел в это верить Эпилог План Безликое, безымянное создание в коридоре, наблюдало, как из кабинета главврача, выводит другое безымянное и безликое создание, в смирительной рубашке Но если пленник, которого вели под руки санитары, стал таким благодаря определенным усилиям конкретных людей, то наблюдавший за ним, уже родился без личности Он появился на свет на далекой планете, вращающейся вокруг звезды, Альтаир Умел путешествовать во времени и обладал пси-способностями По заданию правительства, посетил два времени вероятности этого мира, прошлое и будущее И счел, что внедряться лучше в прошлом, в тот период, когда третья мировая еще не началась Тут его никто не раскусит, приняв за обычного сумасшедшего Так и вышло Его поместили в стоящую за городом, на Аджибе, психлечебницу бездна Грубо бросили среди настоящих психов и плененных псиоников Порабощенных лишь за то, что они родились и выросли такими, какими их захотела сделать природа Но грань между безумием и нормальностью, гениальностью и сумасшествием, бредом и сверхспособностями, очень тонка В задачу альтаирского существа входило заручиться поддержкой местных псиоников и организовать всепланетное восстание Ничего сложного, с его-то способностями Главное, избежать Третьей мировой Впрочем, даже если она начнется, правители его планеты быстро разберутся с последствиями Их раса по всем показателям во много раз превосходит человеческую И им очень нужна новая планета, старая уже выжата и перенаселена И альтаирец ждал Существо, идеально замаскированное под человека, или того, кто им когда-то был, выжидало удобного, удачного момента И, кажется, тот наконец настал Это нечто в смирительной рубашке Под воздействием обстоятельств и разных примененных средств, оно угодило из будущего в прошлое Из модификатора бездна, в его предыдущую ипостась, психиатрическую лечебницу Встоящее на отшибе, полное скорби и боли здания Нечто теперь мало что понимало, но вот альтаирец чувствовал, слышал, сознавал, оно еще живо Его можно возродить А самое важное, способности, телепортация, путешествия во времени, телекинез, чтение будущего и мыслей и все прочие, эти способности по-прежнему при нем Следовательно, нечто, кем бы оно ни было раньше, тот самый искомый, удачный вариант Альтаирский пришелец, подружится с ним, договорится, поможет ему использовать пси-способности, вновь сделает кем-то Живым существом И тогда они переместятся отсюда и вдвоем начнут борьбу за планету Пока, вдвоем, но вскоре к ним присоединятся и другие С первого раза, не удалось исподваль захватить Землю и подчинить человечество, чтобы оно трудилось на альтаирцев Но у высокоразвитой инопланетной расы, целый космос возможностей И есть право на ошибку, они попробуют еще раз Надо только немного подождать Да, именно так все и будет, потому что бездна истории и предначертания не знает ошибок и изменения Потому что эта бездна сильнее любого и способна подарить невероятную мощь Надо лишь уметь пользоваться полученным даром Надо слышать бездну А он, альтаирский шпион-диверсант, в этом был Дока И, пока еще безымянное, нечто тоже слышало этот голос Инопланетянин знал Нечто слышало и внимало тому глазу Глазу не человека и не животного, не вселенной и не какого-то там придуманного бога, а бездны Темному, туманному, безликому и всемогущему Глазу изначало пространств и времен Бездна звала нечто, звала альтаирского пришельца, взывала ко всем Не прекращая и не уставая Нужно лишь услышать ее Альтаирец, погруженный в прозрение будущего, маниакально расхохотался Никто не обратил на него внимания А бездна звала Звала, не зная устали О, как она кричала 2023 2023